Банкротство Silicon Valley Bank, оно так всколыхнуло, взбодрило многих. Многие начали говорить о том, что это вот как Лемон Бразерс. Более того, там, как оказалось, еще люди, которые Лемон Бразерс управляли, они и в этом банке. Самое интересное, что там один из банков, который банкротился по имени Фрэнк, один из спонсоров Dot Frank Act, то есть того законодательства, которое после банкротства банков должно было не допустить банкротства банков обеспечить здоровье финансовой системы. Он в этом банке работал? Нет, он в другой, там же три банка уже банкротилось, и вот Фрэнк как раз работал в одном из трех банков, которые уже склеили Last. Да, то есть там по сути вот Silicon Valley Bank как бы грохлся, потом Silvergate и еще один. Да, тоже на S. Да, 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 да. Вот, и в чем CIMI ситуация? В том, что они же работали со стартапами в Силиконовой долине, и оказалось, что многие стартапы через них вот именно как раз получали ресурсы, и критически зависели вот именно от поддержки этих банков. На самом деле, если взять немножко исторически, да, то 2008-2009-2010 год, и вот этот период, когда американские законодатели задумались о том, как же сделать стабильной всю финансовую банковскую систему, потому что до этого мы помним этот subprime mortgage кризис, который привел, собственно, к Lehman Brothers и очищению, к укроплению банков, и надо было принимать какие-то законодательства, чтобы как бы минимизировать риски подобного вот рецидива финансового краха или банковского краха. Они приняли этот Dodd-Frank Act, который там большое-большое законодательство, и сказали все. Причем тогда Бернанке, глава ФРС, четко сказал, что мы принимаем там меры экстраординарной денежной политики буквально там на год-два, это значит увеличение баланса Центрального банка, мы поддерживаем финансовую систему, а когда вот это все закончится, горячая стадия, то есть когда температура собьется, там кровь остановим, все мы вернем на место, да. И легко было на бумаге, но на самом деле все было совершенно не так, и вот за эти 15 лет баланс Центра ФРС увеличился там по максимуму, по-моему, 12 триллионов, сейчас он был 9, почему начали 9, потому что было четыре количественных смещений Quantivising, да, и вот когда уже последнее заканчивалось и вышли на уровень, значит все, что больше нельзя, да, случилась фискальная ловушка или фискальная бомба, в экономику было влито там порядка трех с половиной триллионов долларов денег, от правительства на поддержку от COVID, да, и вот это вот добило вот ту хрупкую такую положение, которое было, и естественно это выстрелило в виде инфляции, а инфляция это такой зверь, который вот они 15 лет не могли его разбудить, вот разбудили, выпустили джина из бутылки, и вот он начал уже проявлять бить рекорды с сорокалетней давности, как мы помним, это все уже известно, там, шесть, семь, восемь, и вот многие теоретики ошибались, что эта инфляция носит переходный характер, что она за полгода, за год вернется на два процента, потому что два процента там уровень стабильности цен, судя по тому, что ФРС делает, судя по тому, что прогнозируют все международные организации, МВФ, ОСР, Европейские банки, Всемирный банк, снижение инфляции до уровня двух будет в 26 году аж, то есть это на самом деле реально серьезная проблема, и инфляция вышла на первое место среди списка всех проблем Америки, то есть это не то, что там большие финансовые организации, крупные корпорации, это проблема каждого американца, американцы просто разучились, они не понимают, как это такое, и, естественно, это был период, когда тестировали на самом деле целый ряд теоретических денежных теорий относительно того, что деньги уже отвязаны, вернее, инфляция и состояние денежного рынка отвязана от денежного предложения, денежные инструменты такие сложные, такие мы так умеем им управлять, что инфляция никогда не будет, и вот было много обложек где-то во второй половине 2010-х, Economist, Business Week, Bloomberg, что типа все, inflation is dead, ребята, все нормально. Вот она, мы как бы как раз наблюдаем то, что писал великий Мизис в книжке теории денег и кредитов, что мы говорили австрийской экономической школы, что на самом деле сколько бы веревочкой не виться, но в конце концов, если ты нарушаешь законы денежного предложения, денежного обращения, то инфляция рано или поздно вылезет. Вот она вылезла. И Джером Пауэлл, глава ФРС, естественно, принимает адекватные меры, вот повышение ставки от 0,25, де-факто от 0 до 4,5, да, это как раз то необходимое для того, чтобы сократить денежное предложение, убрать лишние деньги с рынка, давление, но как мы понимаем, это вот когда ты 15 лет находишься в режиме бесплатных или супер дешевых денег, у тебя появляется совершенно другая система мотивации. У банка, вот этого Silicon Valley Bank, как у многих десятков других финансовых организаций, перестроились бизнес-модели, да, то есть когда ты деньги не считаешь, да, представляете, вот вы строите дом в системе, когда коммуналка дорогая, один дом, когда вы строите дом, когда коммуналка бесплатная, помните, в ФСУ было 4 копейки, ну кто-то обращал внимание на 4 копейки. Мы открываем окна, потому что жарко. Вот, вот, 300, 400, 500 метров, вот тоже самое было, и, собственно, вся модель банковского регуляторного рынка построена была на том, что эти деньги будут дешевыми или бесплатными, или даже негативные, помните, был достаточно продолжительный период отрицательных процентных ставок, когда деньги, в общем-то, тебе еще доплачивали, чтобы ты взял кредит. И вот эта вот ненормальная ситуация, или как сказала Джанет Йеллен, которая сегодня глава Минфин возглавляет Америки, она говорит, ну все, ребята, пора, как бы, вот эту новую реальность как-то приземлять. Они начали приземлять, потому что борьба с инфляцией, значит, и правительство понимает, что жить в режиме дефицита больше триллион долларов опасно, долг американский там уже 105-110 процентов ВВП, вот, долг, как вы знаете, там по студенческим только займам полтора триллиона, долг по кредитным карточкам триллионы долларов, если ничего не делать, то в 2028-29 году банкротство Mary Kay Medicaid, это медицинская страховка государственная, 2035-38 год банкротство в социал-секьюрити. Это гигантская пирамида, которая раздувается, раздувается, и вот к триггерам вот того, что сегодня мы наблюдаем, это только первая стадия вот этого вот кризиса, который может развиваться совершенно по разным траекториям, зависит от поведения. Но данный конкретный банк, да, он делал все по регулированию, то есть надо что понять. Это не потому, что банк что-то нарушал, он работал согласно Дот Фрэнку, согласно всем тем регулированиям, причем он имел A рейтинг с S&P, он имел рейтинг от KPMG, все нормально было, все хорошо. Тот же Джером Пауэлл за неделю до этого, наверное, там шляпу свою съел, говорит, что банковская финансовая система Америки в великолепном состоянии находится, ничего не грозит, мы эффективно работаем с инфляцией, и мы войдем в режим низкой инфляции без никаких последствий. У нас будет низкая безработица, у нас будет все стабильно, все хорошо. То есть это было опять-таки то допущение, которое не оправдалось уже совершенно очевидно. Напомню, что тот же Джером Пауэлл, признался в совершении теоретической ошибки, когда он говорит, что не поверили в транзитивный переходный характер самой инфляции. И сегодня они собрали все, когда в субботу это случилось, они в воскресенье, которые на завещание, тот же Байден утром в 9 утра встает и успокаивает нацию, и он на самом деле не решает проблему, а просто действует как пожарник, которому нужно просто четко затушить пожар или как врач, у которого есть в кровотечении, и он просто в режиме экстренном останавливает эту кровь. Остановить кровь они ее остановили, но и вот сейчас мы должны осознать объем или размер, размах этой проблемы, которая есть в банковском финансовом секторе, а потом и во всех остальных, потому что понимаешь, что банковские дела это всего лишь верхушка айсберга. И капитализация банков уже минус почти полтриллиона долларов, в списке американских финансовых изданий ходит список 30 банков на вылет, вот собственно, которые могут обанкротиться. Тридцати. Тридцати, да, двадцать девять, по-моему, там тридцать, то есть там написано. Но самое интересное будет, вот тоже я внимательно наблюдаю, за Credit Suisse. Да, рухнули на тридцать процентов акции. Вот, и это только акции, почему? Потому что поведение Credit Suisse уже около года вызывает проблемы, озабоченность, как когда-то была Commerzbank, Deutsche Bank, тоже спасали через разные схемы, да, и если вот дойдет, когда спасаешь ты банк 250 миллиардов долларов капитализации, для Америки это, ну, на самом деле копейки, да, то есть эта проблема не такая большая. Но когда ты, вот эта вот ржавчина или токсичность доходит до системообразующих банков мира, вот, да, то есть это уже совершенно другой момент, и вот здесь может быть лавина какая угодно. Давайте я зачитаю, вот здесь слово как раз по Credit Suisse. Проблема в чем? Один из крупнейших свитчатских банков, Credit Suisse, выявил существенные недостатки в своей финансовой отчетности за 2021-2022 годы, об этом говорится в отчете, в годовом отчете организации. На фоне краха трех крупных американских банков и собственных проблем, Credit Suisse уже свитчатскому банку уже предсказали благородство. Он должен был отблородовать свой годовой отчет еще 9 марта, но отложил публикацию после претензий к эмиссии по ценным бумагам и биржам США. У регуляторов, в частности, возникли вопросы к отчету банка по потоку свободных средств, свободных денежных средств 19-20-х годов. Согласно отчету Credit Suisse, руководство банка сошло неэффективным внутренним контролем над финансовой отчетностью, поскольку не смог должным образом оценить и выявить потенциальные риски. К такому же выводу пришла аудиторская компания «Прасс Ватеркаус Куперс», которая занимается аудитором отчетом о кризис вис, говорится в отчете. При этом банки подчеркнули, что выявленные недостатки не повлияли на финансовый результат организации в 2022 году, когда кризис вис завершил с убытком 7,3 млрд франков, то есть это почти 7 млрд долларов. Это худший результат со времен мирового кризиса 2008 года. Да, то есть мы говорим про законодательство, после того кризиса в конце 2000-х появилась очень интересная законодательная категория банки системообразующие на национальном уровне, банки системообразующие на международном уровне. Это все утверждается, списки эти есть. И вот когда помимо их еще есть коммерческая структура корпораций, которая входит в категории «too big, too important to fail», то есть слишком большие и важные, чтобы обанкротиться. Получается, что это вопрос управления рисков, что такое капитализм, что такое ответственность, сейчас на собственности нет. И вот идут сейчас споры между разными организациями, разными мозговыми центрами относительно того, а правильно ли банк Байден тот же сделал, то есть грубо говоря правительство, сказав, что мы спасаем полностью этот банк и всех вкладчиков мы успокоим. Почему? Потому что 89% вкладчиков этого банка не застрахованы. То есть, грубо говоря, есть застрахованные люди, которые там платили деньги какие-то, соответственно, это один раз, и там им, соответственно, будут выплачены эти 250 тысяч согласно законодательству. А другим платить или не платить? Платить 250 тысяч и платить все, что у них есть. А клиенты там не простые, а клиенты там из Кремниевой долины. Ярно, что не blue collar, не эти голубые воротнички. Я же так понимаю, что они не за счет депозитов каких-то зарабатывали? Нет, депозиты там в нуле почти. То есть банк просто, вот есть обязательства, есть активы. Обязательства были, значит, очень большие. Причем, когда ты покупаешь гособлигации, гособлигации тогда стоили там 2-3%. Сегодня гособлигации стоят там 5%, 6%, а то будет еще больше. И, соответственно, кому ты можешь продать эти гособлигации с такими условиями? Это просто, ну, попадалово. И вот это вот вроде бы такая невинная штука, как повышение стоимости денег ФРС. Оно имеет гигантское влияние на рынок долга, на рынок недвижимости, ипотечного кредитования, потому что она радикально меняет стоимость обслуживания этих денег, и делает вот старые долги просто, ну, очень плохими. Так вот, для того чтобы представили объем возможных проблем, да, застрахованными, вообще все кредиты застрахованные в банковской системе Америки 17 триллионов долларов, не застрахованные 7 триллионов долларов. То есть, когда мы говорим про, там, условно, 150 миллиардов долларов, это, ну, по сравнению с тем, что, может быть, если случится вот это лавинообразное или какой-нибудь банковский рейс, это, конечно же, копейки, да. И, заметьте, что это же не то, что чисто американские. Вот европейские банки, вот уже и японские банки. То есть, это вся глобальная система, которая завязана в один угол. Финансовая инфраструктура мировая. Да. А вот смотрите, Байден в понедельник сказал, что не будут привлекаться деньги налогоплательщиков для погашения этого кризиса, а только страхового фонда. А как это вообще возможно? Байден, мягко говоря, занимается политическим словоблудством, словоблудием, да? Да он успокаивает, я так понимаю, просто американцы успокаивают. Нет, он врет или нет? Он все деньги на урегулирование кризиса поступят из страхового фонда. Я же мягко говорю, 2-3 недели все сделаем, как наш друг говорит, да? Да. Так и здесь. Это попытка успокоить, и на самом деле это попытка… И вообще, это должен был бы говорить там, условно, не президент, а люди, которые отвечают за банковскую систему. Вот Джером Пауэлл, которого нету, да? Или люди, которые занимаются страхованием вкладов. Ну, смотрите, по Пауэллу тут есть инициатива вообще, что Пауэлл, который поддерживал закон о смягчении банковских правил, таким образом причастен к краху банков. Ну, особо смягчения не было, было определенное, скажем, смягчение для отдельных структур. Ну, смотрите, когда в 2010-х в начале из-за принятия Дода Фрэнка увеличивается регуляторная нагрузка на банки. Многие мелкие, средние банки обанкротились, слились. Что ожидают сегодня? Опять-таки, если будет введено дополнительные требования по регулированию банковской системы, что будет опять-таки? То есть, первая категория, самая безопасная для любого человека, это системные банки, too big, too important to fail. То есть, если там есть 20 банков, да, они полностью гарантированы, в любом случае государство, центральный банк спасет. И что происходит, если мы с вами, вот, обыкновенные вкладчики, что делаем? Если мы там имеем вклады у каких-то там маленьких или средних банков, региональных или там каких-то других, понимая, что происходит в финансовой системе, мы забираем банки, вклады оттуда, и принесем им в банки большие, которые находятся под защитой государства. Это есть перераспределение потока в результате, на мой взгляд, очень нехорошего регулирования управления рисками. Государство выделяет белую кость, говорит, ребята, вот этим индульгенция, менеджеры могут быть совершенно разные. Кстати, в одном менеджере этого банка был кто-то из London Brothers тоже самое. Да, да, да. Поэтому они опять вот, законодательство всегда, оно не может исправить то, что когда-то сделал рынок. Они сделали правила игры, они сделали разные для разных игроков. Для больших не составляет никакого труда нанять юристов, нанять аудиторов, договориться с сильными мира всего и, собственно, управлять этими до конца. И когда будут валиться маленькие банки, они совершенно спокойно могут, как вот купили за один фунт в Британии этот банк, который Silicon Valley Bank, подразделение. Все нормально, за один фунт купить банковскую инфраструктуру, совершенно спокойно. Я уже увидел, что в Банков Америка, значит, побежали вкладчики, вот эти банки миллиарды, миллиарды долларов. Да, вот я про это говорю, что идет укропнение. Потому что он под защитой. Да. Но СВБ, он же не был маленьким банком. Не, ну 16 банк по размеру, да. Ну конечно же там не маленький, но я говорю, что по сравнению с топом, или хедж-фондами, или инвестиционными компаниями. А давайте про хедж-фонди, как раз вы сказали. А я вижу публикацию на CNN Business. Засновник Bridgewater Association, Ray Dalio, что у второго дня попередили инвесторам, что глобальную финансовую систему чекают еще больше проблем. Далее о своем бюллетене сказав, что крах СВБ був моментом генерейки у вигильной шахті, який матиме наслідки в ончурном освете далеко за его межами. Агресивно підвищиваючи процентні ставки центральні банки започаткували нову еру для світової экономики, сповнену наслідки скорочення боргової та кредитної индустрии. Я думаю, что это очень классическая подия в очень классической части короткострахового боргового цикла. Что лопает бульбашку? Написал Далее. Целком имоверно, что за банкротством банку выникнет еще много проблем, прежде чем завершится фаза скорочения цикла. У двух словах, мне кажется, что следующие два года будут очень рискованным периодом. Далее он известен тем, что у него высказывают такие нетрадиционные, скажем, критические оценки в отношении бизнес-цикла, в отношении венчурного бизнеса. Он критикует, он как бы из тех, которые, скажем, говорят, что всегда будет кризис, да? Ну, пардон, еще нужно сказать, кто он, потому что Далее Далее. Ну, это известный человек в мире финансов книжки пишет. Принципы советую всем прочитать. Всегда можно читать разных людей. Там тоже Баффета и Рей Далио. То есть, смотрите, первое, что у меня вот есть комментарий к Далио, да? Два года, да? Я думаю, что ситуация будет зависеть от того, как, знаете, у нас шахматная доска, то есть там фигура, да? А тут у нас очень много факторов и очень много игроков гораздо больше. И мы, например, вот в этой ситуации предполагаем, что ФРС начнет пятую часть количественного смягчения. Потому что денег откуда брать на спасение этих многомиллиардных банков? Значит, нужно опять-таки увеличивать баланс и раздавать деньги. Потому что в бюджете там гигантская дыра. То есть, почему так? Более того, повышение процентных ставок – это плюс триллион-полтора триллиона к обслуживанию долга государства США. То есть, это не просто такая штука маленькая. Потому что у них долги большие, когда процентная ставка там 0,25 – это одни цены. А когда у тебя там ставка 5 – это уже совершенно другое отягощение бюджета. Вот, это будет. И вот вопрос. Джером Пауэлл, он будет как Волкер? Он будет как Бернанке вести себя? И он будет вести себя как человек, который не захочет брать ответственность за падение, вообще за крах финансовой системы, которая реально может быть. Вот за этот эволанш, как Бернанке сделал. И никто этого не знает. То есть, он себя ведет так. Он неделю назад говорит, что мы должны более агрессивно вести себя на рынке денег, потому что инфляция по-прежнему высокая. И мы говорим, не исключаем повышение процентной ставки на 50 процентных пунктов, на 0,5 процентов. А сегодня, понятное дело, он этого делать не может. И вопрос вот такой, что же будет? Это раз. Даже если они сегодня повышать не будут, а будут условно снижать, то мы все помним и знаем, что случилось при условиях высокой инфляции и снижении процентных ставок на примере Турции. 85 или сколько у них процентов годовая инфляция. И это гигантская проблема, потому что инфляция это тот налог, который перекладывает деньги из одного кармана в другой. Причем страдают, условно, 97 процентов, а 3 процента являются бенефициарами этой самой инфляции. И может быть, а если, например, ФРС сдержится, Европейский странный банк тоже достаточно так будет держать удар, и они допустят банкротство, по крайней мере, для того, чтобы наказать людей за иррациональное поведение такое, за неправильное управление рисками. Потому что что такое рынок? Рынок это когда нет советского статистического принципа приватизации прибыли, а национализации убытков. Как американской говорит, socializing losses. То есть вот это вот то, что происходит, это, грубо говоря, применение советского принципа к американской рыночной экономике. И многие уже говорят, что все, вот это вот если здесь еще мы не будем сохранять какие-то принципы, то следующий шаг это будет просто, ну, тогда национализация банков, что ли. Ну, а какая литература чего-то? Вот если бы же, если же идти вот в чистой такой рыночной логике, как это было, допустим, вот там в ревущие двадцатые, да? В ревущие, да, в конце двадцатых, двадцатого века? В двадцатого века я имею в виду, да. Вот когда этот, господи, это Ди Каприо с этим. А, в этом? На этих вечеринках, как бы, как этот фильм называется? Я знаю, я знаю. Олана Дел Рей, да, 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 да. Трек написала. Это не Уолл-стрит. Гэсби, да, да, да. Великий Гэсби, да. Грэн Гэсби, да. Да, да, да. Фиджер это писал, как раз по этой эпоху. Так вот, тогда же, собственно говоря, когда, как они в Великую депрессию вышли, что, ну, не было таких регуляторов, не было все. Не, была Великая депрессия началась от создания ФРС в тринадцатом году. Потом пошло постепенный отказ от стопроцентного резервирования. Меньше, меньше, меньше. Надували пузыри, выпускали кредитные. Двадцать, двадцатый, двадцать первый год была тоже рецессия в американской экономии, которую мало кто знает. И которая без вмешательства государства быстро закончилась. Потому что там кто-то банкротился, структуры очистились, появились новые на рынке и все. Двадцать девятый, тридцать второй год, например, того, как не надо управлять деньгами. И опять-таки там разные исторические, значит, описания есть. С одной стороны, есть классический труд Фридмана, который написал монетарная теория, монетарная история США. Есть Бернанке, который разобрал это событие. А есть и Ротбард, который написал Великая депрессия, крах по пунктам, в чем, собственно, федеральная система и спровоцировал этот кризис. Особенно, когда они, с одной стороны, пытались и как-то зацепиться и сохранить золотой стандарт. Какую-то якорь, чтобы было с другой стороны, просто уже закатилось много-много денег на разные госрасходы. И, в конце концов, получилась такая социализация американской экономики, Рузвельт, с регулированием цен, регулированием заработных плат, квотированием, всем прочим. То есть всем тем, которое не сократило и не сократило и сдержки выхода из кризиса очищения. Наоборот, увеличило и воду, растянуло кризис на 15 лет. Вот это вот одно из самых таких событий, которые требуют... Но у них же была там полная задница, 25% безработных. Да, это было несерьезно, была проблема. Было, опять-таки, когда все финансовый рынок начал отрываться полностью от реальности. И когда каждый таксист уже начал, каждый вахтер начал заниматься ставками на фондовой бирже, это, конечно, уже стало явно признаки перегрева. И вот сейчас говорят, например, признаки перегрева, которые есть, да, вот буквально там в конце года опубликовали список перегретых рынок недвижимости. Самый перегретый рынок недвижимости в Торонто, например, в Канаде там какие-то индексы есть, там 2,5-3 раза. То есть, очевидно, деньги куда-то должны идти, бесплатные. Да, вот они идут в недвижимость, идут в опять-таки вот и coins там, и эти протяжные ресурсы. Они идут в венчурные, вот опять-таки венчурные ребята. Как помните, в начале 2000-х были эти доткомы, да. То же самое, денег там было в вагон просто. Они не знали, что с ними делать. И вот это все быстро росло, росло, росло. Вот фондовые рынки опять на каком уровне смотрим мы там достаточно высоком. И все настолько вот, знаете, когда, если, fundamentals говорят, фундаменты компании хорошие, да. Там у тебя есть вот баланс, есть прибыль, есть управление сдержками, такие-такие. А ее так просто не сковернешь, да. Там акции могут упасть, но, тем не менее, у нее есть, есть что показать миру. А когда ты вот элемент такой воздуха, да, который ты надуваешься, да, конечно же, есть тут очень высокие риски, что ты можешь потерять все. Особенно вот то, что отличает сегодня от состояния 2008-2009 годов. Первое, это высокая инфляция, тогда ее не было. Второе, это огромный уровень долга государственно-корпоративного и домашней хозяйств тоже, которого не было 15 лет назад, да. И сегодня, в отличие от того времени, есть совершенно другие геополитические риски. То есть есть Китай со своей политикой, мы ее все прекрасно понимаем. Есть война России против нас. Есть Европа тоже в долгах, в шоках и потерей конкурентоспособности. И вот это вот все вместе создает уникальность, да. И поэтому говорить, что там будет как в 2008 году, пока рано. Будет как там в 29 году, пока рано. То есть разные варианты могут быть. И мы, да. Да. Я просто, вы договорили все равно, я не перебивал, но момент какой, смотрите. Подожди, пусть полайкает эфир, потому что опять халявят. Ну вот не напоминаешь и все, и сидят. Вот полайкать эфир, у нас уже почти полторы тысячи человек смут, это полайкали все 348. Вот, а мне, а эта тема коснется всех вас, дорогие мои. Если вы думаете, что это все по поводу штатов. Сейчас мы к этому придем, да. Да, мы же сейчас медленно, но верно идем именно в этом направлении. Поэтому внимательно слушайте. Тут уже начинают спрашивать, так что доллары снимать или что? Да он уже побежал. Не паникуйте. И правильно делает. Так, вопрос смотрите какой. Бен Бернанке, как бы что в 2008 году в кризисе был представителем ФРС. Государство, да. Да, государство. И сейчас остался. Регулирование вроде как бы вводили, но результат налицо сегодня. Сейчас Паула уже, Бернанке же нету сейчас Паула. Бернанке же... Бернанке давно нету, он со своим вертолётом. Гелен был. А кем он сейчас есть? Бернанке есть профессором. Он комментирует как? Я комментирую? Не-не, он уже давно не ФРС. Бернанке ушёл. В последнее время был Елен два срока. А сейчас и Джером Пауэлл уже второй срок. Ага, он является... Ну просто ну как комментирует уже... Светоч. Светоч. Гринспен. Тоже самое. Да, они же все были главами ФРС. Вот они уходят. Как президенты говорят. Бывшим не бывает. Ну хорошо, добро. Смотрите, получается и они комментируют. Они влияют на ситуацию, как бы и они не понесли никакой ответственности за ту историю. Соответственно не понесёт Пауэлл. Как бы вся эта когорта Уолл-стрита, которая влияла на собственные заработки в плюс. К сожалению. И в минус на как бы рынки, на инвесторов. Они же в общем-то и остались внутри этой системы. В Америке тоже нет справедливости. Да просто справедливости бы. Не-не-не, я к чему, я к чему. Получается, что этот вот кризис 2007-2008 года, он как бы не научил получается американское государство и американскую эту систему всю финансовую. И его повторение сейчас, оно наверняка может нести еще больший масштаб какой-то. Я бы сказал, что они извлекли совершенно неправильные уроки. Потому что есть, например, вот в 2008 году, помните, когда королева Елизавета спросила, ну блин, вы тут такие экономисты, модели все. Почему никто не предсказал? Почему никто не говорил? Это реально был вопрос, который стоял. И тогда вот те люди, которые представляли мейнстрим монетарной теории, экономикс и так далее, они пытались каким-то образом выйти из положения. Потому что там, ну словно, когда вы строите какие-то модели предсказальные, и до событий 2008 года целая там CNN, CNBC, Bloomberg, там все наши эти вот монстры, да, они все говорят, никакого кризиса не будет. Те люди, которые там три-четыре человека, которые Рубини был, потом Питер Шиев был, пару человек еще было, которые говорят, ребята, вот состояние рынка таково, что обвалится. Да вы паникеованы. Я тоже в марте. Надо вписать ваше имя в список больших, крупных экономистов, прогнозистов, да. Но вопрос в том, что тогда вот надо было, вот опять, есть политическая целесообразность, да, когда они говорят, ну все, мы экстраординарные меры принимаем на год, а потом мы, собственно, вот очистим авгиевые конюшни, потушим пожар, там, остановим негатив и начнем возвращаться к некой новой нормальности. Не было этого, 15 лет это было тотальное искажение. То есть это было первое, вот то, что даже удивительно в марте, вот я слушал презентацию книжки, которая определяет, то есть это вот есть денежная современная теория, monetary theory, да, это такая не денежная, не монетарная, не теория, а просто набор благих пожеланий на предмет денег, да. А вот сейчас появилась очень интересная теория от парня, который и в Беркли был, и в Чикаго, это называется фискальная теория инфляции. Суть ее в том, что есть, она приравнивает долг государственный, государственные финансы к деньгам. Вот, и получается, что в случае, если там ты строишь какие-то модельки уравнений, да, то не имеет значения, ты либо эмиссию денег делаешь, либо просто долгом занимаешься. И это очень опасная штука, которая на самом деле, она уходит, уводит нас от корней, что такое деньги. Такая алхимия финансов. Алхимия финансов, алхимия госрасходов, алхимия долга. То есть, получается, вместо того классического того, что мы знали все про природу денег, да, появляются совершенно другие интерпретации, которые очень выгодны для банков, для Уолл-стрита, для крупных людей, которые вот имеют статус защищенный. Знаешь, как в этом три мушкетера было, на тебе индульгенцию на убийство, license to kill и 007, да. То же самое здесь. Есть банки, которые говорят, ребята, вы можете делать все, что угодно, мы все равно вас спасем. Какое у тебя управление рисков может быть? Назначают людей, которые просто делают совершенно другие вещи. Люди издевались над этим руководством этого Silicon Valley Bank. Буквально за неделю до этого они не готовили там балансы, не готовили какие-то меры против вот такого развития ситуации. Они занимались там экологической повесткой дня, гендерными вопросами. То есть, они были в ESG вот в том, что политически корректно, bulk culture, вот они распространяли ее вместо того, чтобы заниматься финансами. Вот, и конечно же, вот после 2008 года, вот то, что мы видим по этим всем показателям, которые я сказал, инфляция, долг, разный, да, фрагментация глобальной финансовой системы, грохнуть может очень-очень сильно. Но заметьте, как только американцы начнут печатать деньги, если мы начнут, это мы увидим, потому что по балансу ФРС они обязаны показать, это называется феномен валютная война. Потому что, если американские корпорации, американские банки получают первыми новые доллары, что мы получаем? Мы получаем искажение курсов, особенно если, например, валюты привязаны к долларам, соответственно, они начинают дорожать. Если начинают дорожать, их экспорт становится менее конкурентоспособным. Значит, доллар по отношению к евро будет, там, не 1,08, как сколько там, 1,06, как сегодня, да, и будет, там, сколько? 1,05 уже. 1,07, да, 1,05. Вот это вот 2 сотых, это пока-то еще мелочи, но опять-таки он может быть там качнуться, там, в сферу, там, 0,8, там, 0,85, если Центральный банк Европы не будет этого делать. И это реально проблема, потому что, я уже не говорю про остальных, да, то есть самая большая еще проблема в том, что Центральный банк Украины, там, Национальный банк Индонезии, или Нигерии, или еще какой-нибудь другой страны, emerging, развивающийся, скажет, ну, блин, есть американцы, так делают, европейцы делают, британцы делают, японцы делают, давайте мы так попробуем, сделаем. И у нас выстрелит, в таком ситуации, у нас выстрелит инфляция, ху, 30-50 процентов. То есть мы вступаем в эпоху, когда самый большой вопрос, который мне задают часто люди, говорят, а в чем тогда сберегать деньги, да, и как, что, как быть, где это, safe haven. Так, представляете, вот если у вас даже на депозите в Америке, там, или даже здесь, там, 0,1, 0,5, 1 процент максимум, да, то при инфляции 8 вы теряете 7 процентных пунктов каждый год. Найдите, попробуйте тот инструмент, ту акцию, да, которая гарантировала бы тех, либо выйти, как бы, в ноли, либо, тем более, заработать очень сложно. Поэтому те люди, вот, Николай, вы правильно задали вопрос, что большие, богатые, уолл-стритовские ребята, которые работают вместе с регуляторами, регуляторы, это они же, только на разных стадиях, как бы, работы, да, сделали синдикат вместе с центральным банком и регулировали, при помощи государства, просто убивают конкуренцию, разоряют мелочевку, и потом, когда вот это все, они, знаете, когда разорил, скупил, и потом, после, там, 3-4 года вышел, и ты становишься еще больше могущественным. И, конечно же, это вот есть та дезрупция, которая может ожидать финансовый рынок мира в ближайшие годы. Когда он будет, понятное дело, никто не знает, это не вопрос к экономической науке, вот, это уже спекулятивные вещи, но, вот, Далио постоянно говорит, что вот 2 года. Многие другие люди говорят, что, вот, помните, есть такой интересный скандинавский банк, как он, Саксо-банк. Они делают такие wild, дикие прогнозы всегда, они тоже говорят, что в этом году посыпятся. Вот, я, когда вот одну из последних книг своей писал, что вот по состоянию вообще структурной структуры мировой экономики, по взаимоотношениях между деньгами и реальным сектором, не может не быть великой депрессии в 2020-х. Не может просто не быть. Не может не быть. Не может не быть, она будет 100%, потому что, ну, сколько веревочкой не видится, вот эти веревочки, когда вот почему в 2002, там, в предыдущий кризис финансовый, там, великая рецессия, да, она не закончилась там очищением, потому что залили, 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 и они думали, что, собственно, каким-то образом рыночные механизмы включатся и выйдут на здоровую структуру экономики. Не вышли. Потом этот COVID, конечно же, он очень серьезно добавил, как бы, ускорил процессы, потому что вот раздали деньги, да, предложение было другим, там еще, помните, логистические цепочки, и все это вместе привело к тому, что создался огромный перекос на рынке между деньгами и товарами, активами, и все, вот мы имеем сейчас эти вот пузыри, и просто гадаем, да, с какой стороны прилетит, прилетит, где лопнет, и что будут делать полиси-мейкеры для того, чтобы нас, по крайней мере, спасать, не нас, а их спасти, потому что, помните, как фильм, вот, был, как вот, после, этот, call, no, margin call, фильм, который, вот, там же четко описаны эти процессы, уверен, что вот, предподобное заседание сейчас очень часто проходит в Америке, везде, вот, и... Слушайте, есть же и, там, документальный фильм относительно этого, Мэтт Дэймон, по-моему, озвучил, Мэтт Дэймон, да, 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 получал Оскар этот фильм, как бы, максимально, вот, сделал популярным Реористично, да, объяснение того, что случилось, и это, получается, ну, то есть, Оскар выиграл фильм, а ситуацию это ни хрена не изменило, ни в каких штатах, никто ничего не сделал. Нет, ничего не сделали, хуже стало, гораздо хуже стало, потому что, вот, отношение между, вот, эта связка, спайка между государствами, крупными банками, синдикатами, Уолл-стрит, вот, помните, как, кто был министром финансов до этого, глава Goldman Sachs, да, Goldman Sachs, это структура, которая является, там, одним из воротилов, то есть, они, знаете, они, сначала они растят в Ivy League University, в Плюща, значит, друзей своих, там, коллег, партнеров младше, потом их растут, потом расставляют кто-куда, а правила игры-то не меняются. Слушайте, ну, вот, вся бы эта история, она была бы отвлеченной дискуссией, такой, ну, про экономику, про финансы, если бы мы сейчас не были в войне, США не было бы оплотом наших союзников, государством, которое координирует всю коалицию поддержки Украины. Больше оптимально, это дает нам поддержку, да, 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 и вот риск того, что США сейчас в какой-то, ну, не просто рецессии, это какой-то кризис, который потенциально может либо быть с тем же масштабом, который был в седьмом-девятом, либо больше, вот я бы хотел, чтобы вы дали оценку тому, насколько вероятно то совпадение, что масштаб будет больше. Посмотрите, когда рецессия в экономике, когда лопаются банки, когда необходимы деньги на бейлаут, там, спасение вкладчиков и так далее и так далее. Естественно, в состоянии дефицита, вот буквально Байден недавно представил бюджетом 24-й год, который с гигантским дефицитом, вот, опять в расчете на то, что экономика будет расти. И когда эти планы не будут необходимо скорректировать в сторону, там, рецессии, да, естественно, многие и демократы, и республиканцы, и общественное мнение скажут, ребята, мы должны беречь каждую копейку, у нас тут вкладчики остались без денег, да, а вы будете давать деньги на куда-то. Куда-то. Ukraine, what is Ukraine, понимаете, вот это вот вопрос, который, безусловно, стоит. Это для нас, конечно же, очень негативно, потому что, когда, ну, сытые добрые времена, когда все идет хорошо, то, в принципе, тогда выделять даже, сколько там американцы дают, где-то 0,35% ВВП, да, вот если взять там в разных формах, да, европейцы дают там 0,2% где-то, то есть вообще очень мало, то есть мы говорим про именно долю ВВП. Но тут какие могут быть последствия вот этой рецессии, да, если рецессия в американской экономике, как у нас говорят, если американская экономика чихает, то у всех воспаление легких. Прежде всего, касается это Китая. Китай завязан очень серьезно на американский рынок сбыта, если американцы начнут там сокращать потребление, а в рецессии, безусловно, они начнут скачать, значит, потреблять меньше, значит, Китай будет продавать меньше, значит, Китай тоже будет эффект, а Китай, не будем забывать, что совокупный долг больше 300% ВВП. Я не госдолг, говорю, вообще совокупный. И он в долларах. И есть ипотечные, там, больше, чем у Японии. Да, не, в Японии госдолг 270, там еще корпоративный долг, там, там, еще больше. Там, тем более, там, японцы даже на сами себе, там, они дули, это как в Сингапуре, там, 110% ВВП, но они там, это за счет, это считается пенсионное обязательство. И вот получается, значит, американцы чихают, да, Китай воспаление легких, А представляете, вот все остальные поменьше. А с Ираном шо? А? А с Ираном шо? Так вот, и мы в этой ситуации приходим на асимметричный ответ политиков, которые должны отвлечь население и общественность мира от реальных проблем и реальных виновников этих проблем. Значит, что в этой ситуации встает на повестке дня? Чем отвечать нужно больше всего? Помните, «ваг the dog», «хвост виляется бакой»? Войной. Войной. И вот это вот как раз ситуация, когда, опять, чем нам может помочь кризис, да, Байден, Лоу-стрит, все эти ребята скажут, блин, Украина сегодня объединяет общественное мнение мира, 75% европейцев, американцев за нас, за Украину, за победу, то есть они готовы, там, гуманитарная помощь вообще там 90 с чем-то процентов. И поэтому давайте мы поможем украинцам выиграть войну, которая является виновником всех наших проблем. Заметьте, Байден, помните, в прошлом году, или в начале этого года говорил там, каждый раз, когда он говорил, когда вот акт о борьбе с инфляцией был, закон о борьбе с инфляцией, там в преамбуле чуть ли всегда упоминается Украина и война там России против нас, как причина инфляции. Европейский центральный банк, то же самое. Любой доклад читаешь организации, все, каждый считает необходимым среди причин негативного негатива в экономике, назвать российскую войну против Украины. В этой ситуации, для того, чтобы отвлечь внимание и одновременно заработать дивиденды в общественном мнении, как ни парадоксально, Байден будет больше помогать Украине и оружием, и деньгами, и всячески, для того, чтобы сказать, ну да, ребята, вы должны потерпеть, потому что это наш долг, помочь нашим друзьям, новым там партнерам по НАТО, нашему там стратегическому и так далее, и так далее, ну, я предполагаю, что он может сказать, для того, чтобы в 24-м году не полностью профукать шанс остаться у власти. Потому что если он, например, ничего не будет этого делать, понятное дело, вот это лучше, чем, например, сделать еще одну войну, которая вообще грозит очень большими последствиями, я понимаю, что предполагаю, что это конфликт военный, вооруженный с Китаем, и там просто можно затянуться и вовлечь совершенно непредсказуемые вещи. А тут все понятно, мы выигрываем, да, тянем оружие, как мы все говорим, да, и будет нам всеобщая наша победа, да. А через, когда вот это вот одновременно рынки там будут очищаться, структуры будут банкротиться, американские корпорации, банки могут прийти, зайти сюда и дать нам возможность, опять-таки, доступа к финансовым ресурсам, ВПК здесь сюда зайдет, и опять-таки, ну это будет шанс отвлечь внимание и одновременно помочь американцам. А, нейтрализовать крайне негативное публичное мнение о руководстве Байдена и ФРСа. Второе, мы, я говорю как Байден, да, мы с Украиной противостоим китайской угрозе, мы... Русско-китайская угроза. Да, ну русско-понятно, враг тут уже совершенно очевидно, да. Ну китайская для них это очень важно. Мы вместе с Украиной делаем переформатирование глобальных цепочек ценностей, то есть вот у нас промышленность, вот у нас IT, вот у нас все. И получается, что спрос на Украину со стороны американцев, как ни парадоксально, кризис может катализировать. Опять-таки, мы должны в этом случае очень хорошо сыграть, для того, чтобы вот это представить нашим американским партнерам. Ну и плюс, смотрите, они же перезапускают ВПК, у них же рекордный бюджет со временой холодной войны. Где ВПК получит там, ну, 150-200 миллиардов долларов. Немцы перезапускают, значит, американцы перезапускают, канадцев нужно в конце концов расшевелить. И это все реальная экономика. Да, 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 это все реальная экономика, все деньги, да. Деньги пойдут туда, деньги пойдут в реальную экономику, и это же тоже будет как бы способом выхода из этой ситуации. То есть, как бы то ни было, мы ничего не сделаем тут с этими проблемными банками, страховыми компаниями, то есть я думаю, все равно же там какие-то потери должны, но, опять-таки, общественное мнение, вы лучше знаете меня, вы работаете с информацией, да, что люди думают, как им это подносить. И если есть какие-то благородные, мощные, эмоциональные нарративы, которые Байден, НАТО, международные организации будут говорить в отношении Украины, представляете, вот мы в этом году побеждаем вместе с американцами. Наши флаги в Крыму, наши флаги в Донбассе везде, американцы все на радостях проголосуют за Байдена, скажут нормально, молодец, он победил. А если он этого не сделает? Вот на чем могут демократы вообще проводить кампанию 24-го года, если, не дай бог, будет эта рецессия, будет схлопывание банков, финансовых секторов? У нас нету, поэтому они должны супрашивать, возьмите оружие, возьмите деньги, возьмите наше ВПК, потому что вы на самом деле можете помочь нам продлить наш политический цикл. Нет, у них все повалится, потому что республиканцы плотно сидят на социальной повестке, они критикуют. Так сейчас любой бы человек, знаете, вот если бы в таком состоянии, вот, кстати, то, что сделал Fox News последняя неделя, они разослали для шести потенциальных республиканских кандидатов анкету, шесть вопросов по Украине именно, да, и Десантис разочаровал откровенно, да, самым хорошим был ответ и Майкла Пэнс, Майкла Пэнс, да, и Рубио. Да, ну да, он все традиционно лучше все понимает, что на самом деле Десантис, он никогда не был вовлечен в внешнюю политику, он просто там парень еще молодой, поэтому... Да он смотрит на социологию, увидит, что у Трампа циничная политика. Ну, я к тому, что вот они все будут голосовать, то есть, понимаете, американцы, вот опросы опять-таки Pew Research, потом Gallup, они говорят, самая губная проблема, там, 75% от инфляции. Они не могут не бороться с инфляцией. И вот представляете, на какой растяжке стоит сегодня Павел, да, с одной стороны он отвечает за стабильность цен, он понимает, что там 6-8% инфляции это смерть, да, нужно сокращать до 2. А с другой стороны, если он только начинает повышать процентную ставку свою базовую, тогда у него сыпятся банки и финансовая структура, и дефицит бюджета просто гигантский. Как он поступит? То ли пойдет, грубо говоря, черными играть, или пойдет белыми играть, пойдет в нападении, пойдет в защиту, мы просто можем только гадать. Какие сценарии, вот условно говоря, как вы видите, вот вариант А, вариант Б, вариант С, да? По вероятности. Да, по вероятностям. И как эти сценарии бьют по нам? Ну это вот угадайка, да, мы сразу говорим, что тут никакой науки здесь нету, в отличие от… Битвы экстрасенсов. Я сегодня писал, что очень жаль, что из этого телемарафона исчезла битвы экстрасенсов, потому что, ну смотрите, вот долгие годы, 20 лет сидели эти люди. Расковали преступления. Расковали преступления. Я говорю, так посадите их, пусть решают проблемы армейных. Тебе же написали там в комментах, что они наверняка уже все работают в Генштаде. Да, да. Пусть в прямом эфире расскажут, русские планы такие. Да, да, да. Но это, мне кажется, очень успокаивало. У многих бы успокаивало. Ну и здесь сейчас вот этот этап нашего разговора. Давайте возьмемся за руки вот так вот. Второй ем. Это этап нашего разговора. Это вот как мы как будто сидим перед сегодняшним матчем Лиги чемпионов и пытаемся угадать, как будет играть там Реал с Ливерпулем. Сценарий номер один. Опять-таки понимаешь… Ливерпуль выиграл. Ну это было бы чудо там с 5 до 5. Сценарий номер один. Зная Пауэлла, зная Байдена, зная влияние Уолл-стрит, шансов на то, что будет жесткое, жесткое там hard landing, да, то есть это жесткое, значит… Обрушение. Не, обрушение, а посадка, жесткая посадка. Практически нет. То есть я думаю, что все-таки ФРС сломается, он будет давать деньги, и они пожертвуют, то есть все-таки они предпочтут более высокую инфляцию, чем рецессию. Это позволит, опять-таки, то, что было в конце 2000-х, 2010-х. Банки, которые по-другому будут смотреть на свои балансы, они пересчитают свои деньги, свои активы, ресурсы под процентную ставку 4-5, а не под 2, как это было, да, и они, те, которые большие, переложатся, сделают новый портфель и выйдут еще сильнее. Таким образом отсрочатся решение о программе, пузырик увеличится. То есть, грубо говоря, то, что плохое, они фу-фу-фу, нам не нужно, они распихают его по всему миру, распихают по средним и малым банкам, государству тоже самое достанется какая-то часть, то есть им главное на 1,5-2 года до политического цикла выждать. Я думаю, что эти 2 года они будут держать вот именно такую политику. Это как они с Фанни Мэй это делали? Фэрди Мэй, Фэрди Мэй, они с General Motors делали, они тогда вот эти AIG было, это страховая компания была, которые национализировали. То есть это все государственные страховщики, государственные игроки. То есть никакого там рыночных механизмов нет. Мы, к сожалению, должны констатировать олигополию на финансовых рынках Америки, это совершенно очевидно. Второй по вероятности, это сценарий такой, который, например, то есть есть монетарная часть, есть фискальная часть. Монетарная политика, это когда вот они процентные ставки, и они могут, вот то, что попытается сделать Пауэлл, потому что он понимает губительность этого количественного смягчения 5, да, он скажет, ребята, ладно, мы давайте сделаем, согласно закону, 250 тысяч долларов по вкладам мы вернем, потому что мы страховали, а все остальное, сори. Помните, когда вот были банкротства кипрских банков, там же возвращали там 60% по-моему депозитов, которые были. То есть минус 40% люди потеряли, сказали, ну все, вот, либо так, либо никак. Это вот А, но самое главное еще вот здесь, что будет твориться с фискальной частью, с бюджетной частью. И здесь вот тоже будет большая борьба, потому что закон, который они приняли, там с помпой представили о борьбе с инфляцией, либо они не будут его выполнять, потому что другая ситуация, потому что накачивание экономики сегодня там на 3 триллиона долларов, это просто реально разгонит инфляцию до очень там уровня 10% плюс. Но правительство, откуда надо брать деньги? У американского правительства надо резко увеличиться суммы на обслуживание долга, да, потому что 4,5% уже ставка, и это не то, что раньше было. Значит, надо будет либо налоги повышать, а налоги повышать какие? И опять-таки Трамп, Трамп говорил, этот Байден может пойти на что? На то, что он огласил, на повышение налогов на богатых. То есть он говорил, ребята, надо, чтобы вы, то есть 3%, когда вы платите ставку подоходного налога, а это реально факт, да, то есть там это вот Безос 3% заплатил, там многие другие топ-миллиардеры платят подоходный налог по ставке 3%, это все согласно закону, они еще не обманывают, просто так устроено законодательство. Вот, и вот тогда это тоже будет популизм, и что будет тогда со стороны богатых людей корпорации? Они будут искать те юрисдикции, опять-таки это шанс для Украины, которые могли бы принять их деньги. Ирландия. И забрать вообще навсегда. Друзья, на самом деле, мы живем в мире конкуренции юрисдикции. Ирландия ее великолепно выигрывает, потому что вы знаете, что с ВВП Ирландии, это страна, которая там имеет больше 100 тысяч долларов на душу населения, потому что она сумела договориться с большими Apple, Facebook, Alphabet и так далее. Почему бы нам не воспользоваться этим шансом и представить благоприятнейшие условия и юридические, и правовые, и судебные для тех компаний, которые будут искать safe haven? У меня только лезут всякие неприличные шутки в ответ на это. Почему? Я понимаю, что я просто говорю, что это шанс, теоретически, но мы, к сожалению, имея вот такое законодательство, и я напомню, что Украина по индексу финансовой открытости, которая определяет свободу перемещения капитала из страны и в страну на 169-м последнем месте в мире. Ну нормально. И нам перейти из категории этой в категорию там топ-30, но это надо поменять полностью вообще монетарную, финансовую и регуляторную политику. Смотри, выведем Дениса, он уже на связи. Он может думать, потому что у него как бизнесмен, он смотрит эту ситуацию, он еще и зарабатывает в этой ситуации. Привет, Денис. Добрый вечер. Звук включите. Да, нам в студию, пожалуйста. Звук включите, нам в студию. Уже есть, говорят. Добрый вечер. Очень понравилась ваша дискуссия. Спасибо за гости. Я просто получил огромнейшее удовольствие, слушая вас. Спасибо. Ну давай теперь успокоительно или не успокоительно. Вот ты смотришь на эту ситуацию как бизнесмен, да? И мы с тобой просто проговаривали перед эфиром, точнее говоря, даже не перед эфиром, а еще за пару недель ты кидал всякие интересные графики. Собственно говоря, почему я тебя решил вывести в эфир? Потому что, ну, ты говоришь, что вот в этой ситуации Штаты будут ее использовать как и после Великой, и в ходе, и после Великой депрессии, для того, чтобы перестроить и свою финансовую, экономическую систему, ну и, собственно, и глобальную архитектуру. Вот. И я здесь согласен на том, что война в этих условиях является отвлекающим маневром. Я это все писал в своем докладе, который, к сожалению, вы не цитируете, но глобальный суперкризис и риски для Украины. Обязательно нужно в отчетах Друбини и Юрия Романьяна. В апреле 2008 года Рубини не дотянул до меня, к сожалению. Ну, ладно, я не тщеславный. В третьем году, в 23-м году исправь. Денис, твоя версия. Вот что они будут делать? Ну, на сегодняшний день вы видите, да, как начали сыпаться американские банки. И это же, как бы, звоночек, в принципе, всей финансовой системе мира. За американскими банками резко последовали европейские банки. Вот. И это же, как бы, только начало пути. Вот. Всегда самые такие технологические банки, они терпят первые тревожные звоночки. И сегодняшний, например, вы уже проговаривали ситуацию с Credit Suisse. Такая же ситуация с BNP Paribas. Сегодня BNP Paribas тоже показал падение. И это же, как бы, можно сказать, вторая неделя, да? Вот после, скажем так, событий, которые должны были начаться на прошлой неделе. Всегда дно рынка нащупывается там в течение ближайших трех-четырех недель. То есть нас еще турбалентно ждет вот на протяжении трех недель. И то, что Америка строит новую финансовую архитектуру мира, это да. И они будут лидерами этой финансовой всей структуры. И это не секрет. Вот Джером Павел на днях в Конгрессе выступал, он сказал, что уже протестированы и у нас уже готовая система, основанная на CBDC. Это, по сути, цифровой доллар. Это то, куда мы идем. Это сейчас тестируется Китая, Юань, например. В Украине цифровая гривна, которая построена на системе Stellar. И это, по сути, одна большая бухгалтерская книга, где каждые транзакции будут учитываться. Она построена на блокчейне. И про вас будут знать все, где вы что купили, когда купили, конкретно какое количество. Там будет абсолютно вся информация зашита в блокчейн. И на сегодняшний день тесты подходят к завершению. Протоколы на перезагрузку всей банковской системы, финансовой системы, глобальной, они, в принципе, уже активированы. Потому что это не может же быть так. Вот смотрите, банки Америки на сегодняшний день имеют долгов, ну, по сути, более чем 550 миллиардов. Да? Ну, по сути, они банкроты. И объявили вот буквально вчера, что там спасательный круг будет на уровне 25 миллиардов. Это ни о чем. То есть это не та ликвидность, которая нужна банковской системе Америки. И те инвесторы, которые, допустим, вложили бизнесовые деньги в эти банки, депозиты, да, или держали деньги в этих банках, как сказал президент Байден, они не застрахованы, они взяли на себя риски. И так работает капитализм. То есть о чем это говорит? Что эти люди потеряют вложенные средства? Поэтому сегодня люди вот с понедельника в Америке во многие банки начали обращаться за возвратом своих денег, чтобы снять наличность. Потому что это цепная реакция. Можем ли мы говорить, что сегодняшняя вся система это схема Понци? Или не можем? Но вот я считаю, что так и есть. Потому что, смотрите, неограниченное количество денег, ну, то есть это пирамида. Потому что центральные банки каждой страны печатают столько денег, сколько хотят. в 2017 году я еще предсказывал, что это нас ждет в будущем. И вот COVID это был катализатор, когда выпустили невероятное количество денег. Это же не только в Штатах выпустили там 3 триллиона долларов, которые размылись по всему миру. Еще выпустили и центральные банки, европейские, и еще какие-то азиатские банки. Вот, например, на сегодня Китай. Китай активно заливает ликвидность в экономику, в банковскую систему. Сегодня ликвидность банковской системы Китая, она уже вышла на уровень 2020 года, когда был COVID. А тогда мы знаем самые огромные, самые большие были вливания денег. Поэтому вся эта денежная масса, она же все равно, она не может просто, как бы, знаете, ну, переработаться в один момент. Ее же нужно осваивать, эту денежную массу. Она все равно будет идти на какие-то остатки, на какое-то производство, то есть инфляция дальше будет раскручиваться. И я согласен с вашим гостем, что Америка сегодня и Джером Павлов на большой растяжке. С одной стороны у них маховик инфляции, с другой стороны у них слушайте, у них нехватка ликвидности банковской системы, потому что руководство банков жило на широкую ногу. спред, ну, или, допустим, разница между процентами гособлигаций и депозитами, она на самом деле невелика. Ну, вот, допустим, вы выдаете депозит, вы принимаете, вы даете депозит под 0,5%, да, а государственная бумага у вас, гособлигация американская, под 1,8%. То есть вы зарабатываете всего лишь вот эту разницу между 1,8% и 0,5%. Это очень мало. Вот наши бизнесмены с Украины бы этому рассмеялись, но за такой процент невозможно, например, в Украине выжить. А в Америке вполне. Смотри, в этой ситуации что делать? Ну, вот те люди, у которых есть деньги, ну, даже небольшие сбережения какие-то, вот они сейчас испугаются там, да, то есть Ярослав говорил о том, что инфляция может как бы скакнуть, если она не будет вот спутана там как-то там, вот то, что они попытались сделать, потому что сейчас вы же правильно оба говорите, что они на растяжке. Соответственно, как сберечь капитал, потому что инфляция в долларе там в 10% в год, да, ну, это существенно для, если ты просто деньги в кубышке держишь под подушкой, это означает, что за год они у тебя на 10% обесценились и все. Вот, это по сути налог. 10% это в общем. Вот вы смотрите, вот в Америке, допустим, вот если взять, посмотреть структуру самой инфляции, да, вот, всем известные, все смеются с яиц, да, но в Америке яйца подорожали вот опять, да, за месяц буквально больше, чем на 20%. То есть, о чем это говорит? Потребительская инфляция, она намного выше. То есть, еда, ну, то есть, масло, яйца, хлеб, она по сути, ну, эти продукты дорожают быстрее. Общая инфляция, да, она может там порядка быть 6-10%, но потребительская, это то, что бьет по населению в первую очередь, по незащищенному населению, да, и они вынуждены каждый месяц все больше и больше тратить на продукты питания. Ну, по сути, им как бы денег на это и хватает. Это же большая категория. Смотри, смотри, это очень важное наблюдение, потому что уже война Украины с Россией напрямую с этим завязывала, потому что десятки миллионов тонн зерна и продовольствия оказались в подвешенном состоянии, не только из Украины, но и из России. И, в свою очередь, слабые страны, ну, у которых, у которых нет доступа к своему продовольствию, они находятся в, ну, в очень сложной ситуации, как это было во время Арабской весны в 2019 году, когда вот этот рост цен на продовольствие привел к тому, что рухнули там ряд политических режимов на Ближнем Востоке, которые десятилетиями там плавали. И сейчас вот эта ситуация, она может повториться, потому что с учетом вот этой инфляции, которая может пойти и пойдет из Штатов, как бы там, из Европы, она начнет как цунами распространяться на третий мир, вот где мы находимся. И с учетом того, что блокируется еще доступ продовольствия, то это будет вот иметь, ну, может привести к тому, что на том же самом Ближнем Востоке, там, или в Африке, ну, начнет колбасить вот эти вот рынки, потому что люди начнут требовать дешевого продовольства, либо обеспечения какого-то денежного, чтобы можно было по высоким целям закупать, а продовольствия не будет, ну, и, ну, короче, будет турбулентность при таком раскладе. На самом деле, ты абсолютно все правильно говоришь, и твои наблюдения, то, что война в Украине, это сегодня, как бы, одна из карт, одной большой глобальной игры мировой, которая, вот мы живем в историческое время, это глобальная игра, и мы, как бы, самые активные участники, как не прискорбно признавать, этих всех событий. Почему? Потому что будет не просто передел ресурсов, передел активов, передел финансов, передел продовольствия. Это, в принципе, меняется вся география, и весь мировой порядок меняется. То есть, и это к чему все идет? Это идет все к тому, что меняется абсолютно правила игры, те, которые были до 2000, допустим, 20-го года, до ковида, и которые сейчас, это абсолютно уже другие правила игры, и другой мир. И дальше мир идет полностью в цифру, и все платежи в будущем, как я уже говорил, они будут, это будут трансграничные платежи, которые будут построены на нескольких системах, таких как XRP, и таких как Stellar, это компании, которые уже это делают. То есть, они уже заключают контракты с большинством стран мира, вот, допустим, с центральными банками, да, компания XRP, Ripple, которая выпускает акции, ну, можно сказать, токены на блокчейне, XRP, они уже заключили контракты более чем 70 странами мира, включая страны Африки, Южной Америки. Страны Африки, Южной Америки, это, вы же сами понимаете, в каких они отношениях с Российской Федерацией, да, и это не просто так делается. Почему? Потому что все делают, скажем так, американцы с умом, они никогда не поступают непродуманно, и вся эта финансовая система, которая будет завязана на глобальных трансграничных платежах, она будет управляемой, конечно же, Соединенных Штатов, никто первенства в этом не отдаст. И БРИКС, страны, да, допустим, Латинской Америки, куда входят, африканские страны, Китай, они вот, допустим, на сегодняшний день, они совокупно уже производят ВВП больше, чем страны G7. И, конечно же, Америку, Европейский Союз это не устраивает, потому что они теряют лидерство. И это все одна большая игра, то есть для того, чтобы перераспределить ВВП, вот эти вот все события сейчас в мире происходят, Ближний Восток, Украина, потом Азия, другие страны, и полностью, когда система перейдет, финансовая система. Смотри, БРИКС, БРИКС, БРИКС ли производят ВВП больше, чем G7, как бы, да, потому что Европа и Штаты за глаза это 40%, даже больше, 45 где-то, под 50% ВВП. Потом еще Япония, Канада, и кто там еще остался? Германия. Она въесть, она как въесть. Мы G7 говорим, G7, это в Германии же. Да, да, Япония с Канадой это еще тебе добавится там процентов 7, да, процентов 7. Да, да, Япония 4,5 миллиона долларов экономика. Поэтому нет, ну БРИКС, они, БРИКС не играет, как бы, как одно целое, тоже у них противоречия, есть там свои внутренние, там и попытки выстроить там какую-то игру у них провалились. Но, в любом случае, то, что ты говоришь, это этот, это говорит о том, что система, ну, она ускоряется, противоречие внутри увеличивается, идет вот дробление, децентрализация, децентрализация, регионализация, то есть, как бы, вот идет регионализация на блоки экономические, которые яроста будут защищать свои позиции, в том числе, через цифру, потому что цифра, это форма, как бы, будет защитой, как бы, своих этих территорий, на которых они опередуют. Это ключевой вопрос, на самом деле, а станет ли цифра чем-то защитным относительно традиционных, фиатных денег? Я, смотри, я просто думаю, что вот я в 2008 году, когда мыслил, я тогда, там, тогда говорили про Амера, там, что вот ходили слухи, помните, что Амера ведут, и так далее. Так это же может быть форма утилизации вообще, вот этого избыточного капитала, когда ты переходишь, вот, помнишь, как Советский Союз реформу Павлова делали, как хоп, и вот эти все необеспеченные деньги, которые лежали, лежали на сберклижках советского населения, а их хоп, сказали, все, ребята, меняете там в соотношении один к десяти, там, не знаю, сколько там это было, по курсу что-то меняли, один к одному, если у тебя не больше какой-то суммы, а потом этот, а потом, а потом все, месяц на обмен. Можно я, мнение в отношении вот именно CBDC, это, значит, цифровые валюты центральных банков, действительно идет дискуссия, и строятся модели, и обсуждаются, и конференции проводятся, это Bank of International Settlements целый ряд докладов в этом пишут, это теоретическая концепция, да, и смотрите, одно дело, когда это делается, там, частная инициатива, распределенная, биткоин, или какие-то другие коины, так иначе, это децентр, это альтернатива государственным фиатным деньгам, совершенно другое дело, когда такой же инструмент предлагает центральный банк, заменяя, собственно, форму существования фиатных денег, то есть не то, что, вот, никто же не знает, как это будет, есть, от кэша не откажутся, да, потому что кэш все равно же является достаточно серьезной частью, это же мы не меряем по Швеции, по Дании, по Финляндии, там, 95% расчета уже в трансфертах, и Япония категорически против любых, там, любителей кэша, которые самые большие в Японии, да, Швейцария, поэтому оптимизация транзакционных издержек в плане платежей, в плане контроля, может быть, какие-то элементы платежных там элементов могут быть, но я не думаю, что вот особенно на фоне вот этого, значит, бардака, который будет в финансах, банкротства банков, причем по всему миру, да, представляете себе новую Бреттон-Вудскую конференцию, где бы она ни была, в Европе, либо в Азии, либо где-нибудь, которые бы договорились до новой денежной архитектуры, тогда, 44-й год, они сделали, потому что это было уже понятно, двойна, Вторая мировая будет заканчиваться, нам нужна новая система, собрались, доллар к золоту привязали, всех остальных к доллару, обвязались какие-то правила, и она каким-то образом работала, сегодня мы еще спускаемся с горы, да, то есть у нас еще вот будет вот это и банкротство, и очищение, и катарсис системы, и что в конце концов пообразуется, да, американцы большие, да, но вы знаете, что доля американцев в мировом экспорте меньше 10%, скажут, например, китайцы вместе с немцами, а что вы, разве вы такие большие, крутые, давайте нам инструмент, да, могут представить там, какой-то, вот, китайцы, арабы, евро, они же, сколько евро, 20 с чем-то лет же пытаются занять какую-то долю более значимую, чем 20% на рынке, и не получается, потому что, и вот почему я думаю, что, доллар сколько, чуть больше 60, это у кого, ну, в смысле доллар, сколько было доля доллара в мировых транзакциях, 60 в резервах и 85 в международных расчетах, так смотрите, и поэтому я думаю, что вот тоже предположение, там, мера, или там, замена, или там, кинуть по Павлову, знаете, с одной стороны, репутация института, который создавался там 150 лет, да, и который реально является достаточно таким серьезным инструментом, и софт пауэ, и денег, и всего прочего, и с другой стороны, краткосрочный интерес, там, Пауэлла, Байдена, или там, тех людей с Уолл-стрит, которые хотят закрыть свои дыры, то ли в Ситибанке, то ли в Банков Америка, то ли в тех, там, Уэлс-Фарго, и так далее, и так далее, я не думаю, что это будет, потому что сегодня пока еще говорить о том, что будет какая-то вот, типа, новая архитектура, уже согласовали, нету такого еще, для того, чтобы это было согласовано, это нужно, чтобы было понятно контуры диалоговой площадки, которая будет объединять, по крайней мере, страны G7, страны ЕС-27, Китай, и то есть все остальные страны, которые, собственно, захотят быть в этой новой монетарном укладе, а этого еще нет. Условно говоря, это определится тогда, когда будут понятные победители, вот в этом противостоянии. Вот, вот, и поэтому я говорю, вот как ни парадоксально, или как ни приятно для нас, все равно мы можем стать неким, той страной, которая будет центром нового начала, да, и действительно, вот победители в этой войне, Украина, Украина, там, переформатирует НАТО, Украина переформатирует новую систему безопасности мира, и Украина может предложить себя в качестве нового, там, не Бреттон Вуда, да, а, например, Ивано-Франковск. Why not? И все. И все соберутся крутые в этом городке, какой-нибудь маленьком. Ивано-Франковский консенсус. Вот, и сделайте, Ивано-Франковский консенсус. И вот это вот, а какие элементы, вот я, опять-таки, каждый ноябрь проводится монетарная конференция, если тут Катона делает, да, собирается там Дерон Пауэлл, и все центральные банкиры там выступают, теоретики, и они говорят, что мы ступили вперед мультивалютности, конкуренции валют, и выработки чего-то нового. Это что-то новое будет всегда гибридом. Fusion разных моделей, разных систем, которые самое главное будут учитывать вот то, один простой вопрос, который вот, я не знаю, почему и американцы, и европейцы так мало обращают внимание, и задают вопрос, почему кантонные банки из Швейцарии никогда не банкротятся? То есть, вот это вот, если взять, да, они работают практически на 100% резервирование. Мы так или иначе возвращаемся к добрым старым временам, когда ты не можешь дать в долг, ты не можешь кредитовать больше, чем у тебя есть денег, или, по крайней мере, фракционное резервирование сегодня практически исчезло, вот мы что видим под американским банком, и если мы хотя бы увеличим его постепенно там до какой-то там значимой величины, ну не до 100%, а до, и плюс самое главное, что вот я предлагаю и в Украине легализовать, как просто такой признак открытости к разным новым веяниям, это просто позволит частным компаниям со всего мира выпускать частные деньги на товарной основе. Это тоже такой, ну хотите, делайте, вот пожалуйста вам 100 тонн золота, причем заметьте, если посмотрите на динамику покупки золота центральными банками, это в 22-м году был побит рекорд. Зачем, вот вопрос, зачем центральные банки покупать столько золота? Там же CBDC, мод говорит, одновременно золото, 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 каждый банк подбирает на себя, потому что все рано или поздно, вот когда, понимаете, если будет самый плохой сценарий, будет просто там клочья лететь от финансовой системы, все будут грызться, валютные войны, банкротство, значит, будут запрещены какие-то хождения валют или затруднены операции, будут введены налоги на снятие со счетов денег, да, и что в этой ситуации будут люди делать? Вот куда, что люди покупать будут? Золото. Потому что лучше положить золото, пусть лежит бурсу. Какая-то архаика, честная, вырос. вопрос не в том, чтобы думать архаика, михайка, что с точки зрения, вот, знаете, вопрос себе, воздух мы рассуждаем, да, зачем люди, швейцарский странный банк, немецкий, японский, американский, покупают столько тонн золота, вроде бы, вовремя, когда не СИБДС. У меня есть ответ на этот вопрос. Да, пожалуйста. Ну вот смотрите, вы все абсолютно правильно говорите, только, смотрите, например, СИБДС, да, оно как раз и будет подкреплено золотом. Почему? Мы же не будем ходить в кармане, со слитками золота, для того, чтобы рассчитаться за кусок рыбы и хлеба. Правильно? Вы абсолютно все верно говорите. Браво будет, если так будет. Да. И вот как раз после 20 марта, вот, допустим, да, будет утвержден протокол, ИСО, 222, так называемый, который и даст дорогу, вот этим вот СИБДС. Это же, как бы, цифровая валюта, которая и будет заменять, вот этот вот излишек, вот этой вот, огромнейшей массой денег, той ликвидности, которая вылится на рынок. Абсолютно верно вы говорите. Только что, ну, расчеты, они уже будут в электронном, да, оно будет подкрепляться золотом, это конечно. Поэтому центральные банки всех стран и накапливают, они видят турбулентность, они не понимают, что будет, и они не понимают, что в один прекрасный день, вот эти вот, все деньги, которые мы держим под подушками, или, да, или под матрасами, они могут превратиться в фантики, как это было когда-то в Советском Союзе, да, все держали, вы вспомните, да, на книжках держали очень много денег, и в один прекрасный день вы проснулись, и они оказались ничем. Потом пошли в марте. Денис, гораздо более корректный пример будет в этой ситуации, не советский там, но тоталитарный режим, когда, понятно дело, никакого уважения к правам собственности не было, а как Никсон бросил всех европейцев, когда отказался от золотого стандарта и сказал, все, ребята, помните, евро-доллары были, которые французы хотели обменять на золото, а американцы сказали, сори, нету, и все, поэтому может быть и такое дело, да? Да. Ну, изъятие, изъятие, изъятие излишков, как и Рузвельт же золото тоже, кстати, забрал. Ну, опять-таки, вот, знаете, вот это вот, все равно мы стоим на пороге, вот правильно вы сказали, я же, опять, одно из предложений, да, вот это вот CBDC сделать, если электронные деньги, на backed, поддерживаемые золотом, это одно, но против этого категорически выступают большие, крупные американские банки, Уолл-стрит, а потому что они привыкли на фиате жить всю жизнь и заниматься кредитной экспансией, поэтому я, я честно говоря, даже на уровне теории не понимаю, кто в Америке будет, вот, адвокатом, вот, того предложения, которое вы озвучили, я бы очень хотел, чтобы это был какой-то там, такой солидный кулак полиси-мейкеров, теоретиков и практиков, но я, зная там Уолл-стрит, зная американский бизнес, зная правительство, ну, я просто не вижу людей, которые бы вот за такую модель проголосовали. На прошлой неделе Джераль Павел, он же в Конгрессе сказал, электронная система CBDC готова, она тестирована, но как только они ее запустят, что вы понимали, все в принципе в мире поменяется за одну ночь, это же совершенно другая система, и вот мы говорим, вот, допустим, о SWIFT, вот вы живете, допустим, в Голландии, я живу в Украине, для того, чтобы мне вам отправить деньги через украинский банк, я же их отправляю через банк-корреспондент, евро там через дочебанк, доллар там через американский банк-корреспондент, все эти платежи идут 5 дней, мы ксерим кучу документации, заверяем кучами печатями, находим бенефициаров, выявляем собственников, потом опять это все согласовываем с банком, потом проходим финмониторинги, потом проходим проверку в одном банке, во втором банке, и в третьем, через 5 дней, вы по SWIFT получаете в Голландии деньги, да, условно, теперь этого не будет, что предлагает новая система, это когда деньги будут ходить в течение дня, в течение минут, в течение, и мы с вами в системе, мы уже будем идентифицированы, нам не нужно будет проходить каждый платеж, вот как вот сейчас SWIFT, SWIFT он будет, он после 20 марта, он вот вы увидите, осталось недолго, пару недель, он начнет переобразовываться, вся система SWIFT будет меняться, то есть это не говорится, что полностью другая финансовая система, нет, та система, которая есть сейчас, она немножко, как это вам сказать, она переобразуется, это уже будет, как вы говорите, гибрид какой-то другой финансовой системы, и она поменяется, она ускорится, будет очень сильное ускорение, многие просто к этому еще не готовы. Куда кэш вкладывать? Сейчас люди сидят, уже на низком старте, там уже спрашивают, 20 килобаксов есть, куда вкладывать? Смотрите, лично я, и все равно продолжаю инвестировать в Украине, в недвижимость, да, война, но по чуть-чуть я там что-нибудь подкупаю, потом биткоин, потом бизнес, собственный бизнес нужно развивать, самое лучшее, куда вкладываться, это еще бизнес, и четвертое, это самое главное, это в образовании, никогда не поздно учиться чему-то новому, все, вот 4 направления. Биткоин, все, биткоин, я услышал только биткоин. Николай всех вырвал биткоин. Нет, Николай, мы вкладываемся в влаши, влаши вот это вот все, чтобы делаем, мы в этом. А, нет, да, соцсети Альфа будет еще, в нее можно. В соцсети Альфа, и мы нашими доеды, как бы там, будем все зарабатывать, трубить бабло, и менять мир. Да, донатить на ЗСУ, и менять мир, и добивать как бы русских. И вот на самом деле, вот когда мы, реально исторический момент, да, вот мы имеем старую гривну, которая никчемная, да, которая там и инфляционная, и никакая, ну, по факту, да, 13 место в мире по уровню инфляции, там, за последние 15 лет. Ну, это позор, Это высокое место, мы не имеем ввиду, что хорошо потрудились, молодцы. То есть почти 13% среди годовой инфляции за 15 лет, друзья, это просто кошмар. Высшие показатели. и поэтому реально, это просто снести, да, вести лучшие практики, и позволить действительно, вот, этой новой системе развиваться, системе мультивалютности, конкуренции, другого не дано. Чем, заметьте, это же можно сразу же там, и новые финансовые рынки выстраивать. Только вот, если будет вот такой узкий подход к тому, что только гривна, только наши инструменты, это будет забор железный, там, вокруг всей нашей финансовой системы, ну, тогда мы, опять-таки, столкнемся с тем, что имеем сегодня. Синдикат, большие банки, национальные банки, правительства, которые будут гонять деньги, зарабатывать на нас всех, вот, а, ну, сколько человек может работать в бизнесе и справляться с регуляторной налоговой нагрузкой. Все меньше, 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 потому что вот те проблемы, которые вы здесь говорите, которые я пишу и говорю постоянно, там, блокировка НДС, налог на прибыль, таможня, регуляторка, проверки, и так далее, и так далее, это же никуда не девается. То есть, если бы взяли бы такой вот, одним системой, там, перезагрузка, reset, да, нажали, и нет, мы начинаем, но такого, к сожалению, не бывает. А за всем этим стоят люди, да, поэтому Swift может поправляться, да, может поправляться система международных расчетов, но мы говорим про фундаментальные, Бреттон Вуд, это же не про систему расчета, Бреттон Вуд, это был про радикально другой переход между золотым стандартами, вот разными этими переходными режимами, которые были тогда, и это реально помогло, там 20-30 лет работал достаточно хорошо, а потом пошел вот перекос, потому что захотелось бесплатных денег, опять крупным игрокам, и тут самые разные варианты могут быть, я просто не думаю, что так будет вот так overnight, поменяется все, и тут мы после 20 марта проснемся, и будет там счастье, или несчастье для кого-то, да, то есть системы такие, вот, которые создавались там десятилетиями, они будут меняться постепенно, будут какие-то новые элементы, согласования, как режим, там, трансмиссии вот этих знаний, этих институтов на развивающиеся страны, на страны там большой, там, двадцатки, тоже G20, как она будет реагировать на это, там, Китай опять, то есть, что будет, вы знаете, какая вот может быть ситуация, да, арабские страны к этому тоже не готовы, потому что там режимов куча с кэшем, разными платежами, они будут что-то свое создавать, Китай, Россия, Иран, ось зла новая, да, плюс не будут забывать, что 35-40 процентов мировой экономики, это же серо-теневая экономика с потоками, сколько? 35-40 процентов, это 35-40 триллионов долларов, и вы думаете, что там какая-то якудза, триада, или те ребята, которые отмывают деньги, а эти в пустыне, в пустыне, которые сидят в Аризоне, там, они что, думаете, там, не знаю, что такое денежные потоки, еще так, поэтому тут, вот это вот, есть та система, какая-то вот, турбулентности, которая будет развиваться, но, когда вот началась режим этот, экстраординарных, негативных процентных ставок, резкий возрос спрос на сейфы в Японии, и Швейцарии, покупали они сейфы для того, чтобы хранить золото и купюры большого номинала по 1000 евро, так что вот к вопросу, знаете, это когда мы говорим, куда вкладывать, если у тебя есть там лишний миллион, два, три, да, ну да, ты там, либо бизнес, либо вот, медийный проект, который можно там монетизировать, а для обыкновенных людей, там, которых львиная доля имеет, там, в сбережении, дай бог, там, 20-30 тысяч долларов, ну, вот как им сохранить? Ну, придется, получается, в живом кэше их хранить. Живом кэше их хранить, да, это вот, и даже инфляция доллар, знаете, инфляция доллар одно, но, помните, когда были, какие цены в долларах были у нас там, после развала Советского Союза, когда 50-100 долларов, это было, ху, все, что можно было купить, то же самое здесь было. В немать 8 долларов зарабатывало. Да, 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 ну, я говорю, что тогда цены были совершенно другие, потом, человек там, помню, там, 92-й год я был там, начинал в бизнесе, так, елки-палки, так можно было за 100 долларов жить и гулять. Это, это как бы один подписчик писал, он говорит, слушайте, вы тут вот это рассказываете, да я 90-е уже был миллионером, я говорю, слушай, я 90-е тоже был миллионером, у меня, у меня, у меня, у меня это стипендия была по 1 миллион, 600 тысяч купонов, так что, а вот в навыке, абсолютно точно, вот, софт-скил, знания, умения, брендирование, репутация, сети, вот этот капитал, который реально может помочь человеку, после закончания турбулентности выжить, это абсолютно правильное вложение, которое никогда, то есть, даже если у тебя ничего нет, вот это осталось, твой золотой фонд, на основании которого ты можешь двигаться дальше. Да. Денис, согласен? Да, я согласен, но я еще хотел добавить, что вот наш, например, национальный банк, не готов, не готов к турбулентности, которая наступит, и об этом, ну, нужно говорить тоже, потому что наш национальный банк сегодня занял такую позицию в ожидании продажи облигаций, знаете, с Минфином, то есть, по сути, ничего же не меняется, то есть, высокая ставка там, да, 25% и продажа облигаций, то есть, все, никакого развития нет, никакое уменьшение регуляторки, никакое отменение каких-то там приказов и так далее, то есть, у нас сегодня, наоборот, запретили, допустим, людям, которые имеют возможность через биржи, да, выводить доллар, себе на карточку, менять его цифровой, да, по сути, ну, доллар, скажем так, который USDT, на карточку в гривну, и сюда же его в гривну заводить в страну, они уже лишены этой возможности, то есть, отключили абсолютно все банки от криптобирж, это же тоже как бы шаг назад, то есть, когда весь мир идет вперед, мы идем назад, понимаете, мы всегда все почему-то делаем наоборот, и это на самом деле катастрофа, потому что то, что ждет банковскую систему, мировую, глобальную финансовую систему, в будущем, мы абсолютно к этому тоже не готовы, как и не были готовы, кстати, в восьмом году. Для таких странных людей, как я, повторить, к чему нам надо быть готовым, потому что вот большой эфир, а вот теперь склопываем, резюме какое-то. Да, полайкайте сначала эфир, вот вы прежде чем делись на счет, потому что вот мы еще не догнали, по количеству лайков, количество смотрящих, хотя их выросло достаточно много, еще больше смотрят, то их вырастет еще больше, потому что если вы будете лайкать, то мы с Колей, ну, не окажемся на улице, как бы в конце концов, это в условиях вот этого глобального банкопада, как бы там. И каждый ваш доллар очень важен. Не забывайте, вот если вы сегодня сейчас приняли решение стать спонсором Альфы, это всего лишь там меньше, чуть меньше доллара в месяц, то это как бы в конечном итоге очень важно, поскольку в вас количество растет, а это создает нам возможности для жизнедеятельности. Да, ваши деньги все равно инфляция съест, вот как они, наши гости говорят, а мы с нами не съест. Да, а с нами не съест. Мы еще, может быть, монетизация хорошего информационного ресурса, вот что состоится. да, да, поэтому спасибо. Денис. Ну, чего нам ждать? Во-первых, нам нужно как готовиться, нам нужно стараться максимально, те, кто имеет возможность, открывать бизнес, кредитоваться в украинских банках, да, может, под какие-то грантовые программы, открывать фирмы, то, что сейчас, допустим, очень будет воспринимать. Я прошу прощения, Юра сбил, вот ты отвечаешь на какой-то чужой вопрос, не на мой. Я повторю еще раз, к чему должен готовиться НБУ, что нас ждет, что ждет финансовую систему, очень кратко, то есть, вот к этому, да, к чему мы готовим всех? Все, услышу. Значит, Национальному банку Украины, в первую очередь, нужно, нужно подготовить свои резервы, то есть, что это означает, что может быть наступить турбулентность, и наши партнеры не так будут активно нам давать деньги, как это заявляли, и к этому нужно будет готовым. Нужно уменьшать расходы, нужно уменьшать расходы на госаппарат, максимально резать ненужные расходы, такие, как, допустим, там, обустройство фасадов, покупка деревьев, урн новых машин, это местных бюджетов касается, это касается Кабмина, то есть, Национальному банку нужно сделать такое собрание, и сказать, что, смотрите, вот в мире началась турбулентность, мир начал меняться, и у нас могут быть сложности, поэтому нужно экономить деньги, не тратить их на ненужные вещи, а тратить, допустим, на оборонку, нужно тратить на кредитование бизнеса, это то, что может сейчас, сегодня дать стимул какой-то, да, и очень внимательно контролировать резервы, нужно наполнять сегодня бюджет, наполнять бюджет не за счет репрессий, а за счет создания рабочих мест, и уменьшения расходной части, именно государственной расходной части, которая не нужна, на кино, на молодий спорт, на еще какую-то ерунду, это в первую очередь, на что нужно смотреть, это первый момент, второй момент, нужно с партнерами, очень четко договориться, на целый год, что мы можем иметь, допустим, какую финансовую поддержку, это могут быть не только там ресурсы, я имею ввиду финансовые ресурсы, и оборонка, это может быть... Есть, 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 но продолжать. Это могут быть какие-то, допустим, это может быть какое-то оборудование, да, это может быть в рамках какого-то экспортного агентства, кредитного агентства, то есть какие-то кредитные механизмы, которые помогут нашему бизнесу, сегодня и людям, как-то подготовиться к кризису, который может очень сильно ударить. Ну и банковскую систему, она в принципе, украинская банковская система сегодня нормально себя чувствует, потому что за счет высокой ставки, хотя для банков это хорошо, для бизнеса это плохо. Я не вижу там сильно большой опасности, именно для банковской системы. Наши читатели скептичны, это все говорят. Хорошие советы, естественно, НБУ сделает наоборот. Зажимайте пояса, другими словами. Начинайте меньше есть. Нежели богато, нифиг начинать. Смотрите, НБУ, да, есть такое явление, вот как и в Америке, но у нас оно по-другому. НБУ сейчас стал основным или самым главным центральным банком мира. Я его признал какое-то издание, вот недавно, на прошлой неделе, на сайте НБУ заходишь и прямо такой кубок большой. И на самом деле я понимаю, что за этим стоит морально-психологическая поддержка Украины, да, но признавать Национальный банк Украины лучшим центральным банком мира, да, это, знаете, как на соревнованиях, вы пробежали стометровку, у вас там результат 15, первый побежал за 9.50, а вы стали чемпионом, да. Поэтому здесь это может, как бы, сыграть злую шутку с Национальным банком нашим, потому что они могут сейчас сказать, ребята, ну что вы нас критикуете? На самом деле мы самые крутые, самые лучшие в мире, и до этого получил статус лучшего министерства финансов, наш министерство финансов и правительство, то есть мы получили три награды, я понимаю, что это как бы больше такая психологическая, моральная поддержка за действия во время войны, но надо понимать, что те показатели, которые показывает Национальный банк, инфляция, развитость финансового рынка, стоимость кредитов, наличие финансовых инструментов, у нас на критически низком уровне. Поэтому вот если взять уже, говорить про то, какую монетарную политику следует ожидать от НБУ, я бы вообще здесь сделал то же самое, что американцы там же, для того, чтобы принять какое-то решение, Пауэлл собирает там и монетарный круг, и ученых, там и бизнесменов, для того, чтобы обсудить самые разные инновационные решения. Я вот опять-таки настаиваю на том, чтобы рассмотреть, по крайней мере, режим, в котором, ну, мы не можем за сутки, да, сделать даже цифровую гривну и сказать, ребята, CBDC, мы там делаем гривну, и будет нам счастье. Это сделать можем. Нет, ну, не сделаем, даже кличкам это не готовы к этому сделать, да, тем более вопрос доверия. Поэтому сделать мультивалютность, и, грубо говоря, когда в мире все меняется, децентрализация рисков и свободы выбора должна быть на уровне конкретного коммерческой организации банка предприятия, которая работает в своем валютном поле, которая, одна модель это экспорт, экспортерам всегда надо, чтобы была там девалюация, да, импортерам другое совершенно, внутренним ребятам, которые работают на рынке, нужно, чтобы кредит был там не 25%, они там готовы разорвать нас банк на части за такую, там, кредитную эту процентную политику, да, они хотят там 5-7. Поэтому тут совершенно противоречиво, и для того, чтобы не было этих противоречий в рамках этой жесткой, там, системы единого, там, значит, монопольного платежного средства, я предлагаю те же 5 валют легализовать вместе с, значит, с гривной, и пусть они ходят, кто-то вот в это... То есть, условно, как в Турции? Ну, в Турции, там не совсем так, там просто в разных секторах, разных, там, элементах экономики на, там, можно долларом рассчитываться. Ну, евро тоже там. Да, ну, да, да, эти валюты, да. А тут просто, чтобы это было на уровне, там, условно, если я импортер, то я могу вообще без гривны обходиться. Я импортер в евро, я работаю в евро, я импортер, там, из Британии, я работаю в фунтах, я работаю с Польшей, в злотых или в гривна, в зависимости от того, как там мне удобно. Я управляю рисками на уровне предприятия и своего банка, но не на уровне Центрального Национального Банка. Потому что то, что мы видим, самое страшное, да, вот правильно Денис говорит, они, на чем зарабатывают в основном большие банки и Национальный Банк, и правительство. Они устроили эту, такой, такой между собой, да, или Синдикат, можно сказать, да, когда, там, эти поднимают ставки, эти, значит, покупают эти облигации, там, 18-23, там, процентов. И при стоящем относительно регулированном курсе ты можешь реально зарабатывать очень хорошие деньги, да. Как у нас считается, да, инфляция это одно, а курс другое. И, например, даже с учетом инфляции в Америке, если они по облигациям будут зарабатывать, там, те же, там, 20%, то это достаточно приличная штука. Вот. И это, но, опять, если мы сюда привлечем еще деньги зарубежных партнеров, тогда, понимаете, спрос на облигации вырастет, и, а что будет это с госдолгом? Самый большой вопрос, если мы будем вот облигации по 23%, там, или по 20% обслуживать, у нас госдолг же 90% ВВП. 90%, а только год начался. Поэтому, когда вот мы говорим про сбалансированность макроэкономики, вот денежная часть, она в плохом состоянии, про фискальную часть бюджета я вообще не говорю, потому что вы знаете, что в 2022 году расходы органов госуправления превысили 75% ВВП, или достигли почти 100 миллиардов долларов. Бюджет органов госуправления в 2021 году был 85-87 миллиардов долларов. То есть, военная на армию мы расходовали 23. Я не понимаю, это вопрос, вот опять-таки, перестройки, вообще перезагрузки всего государства, как такого института, которое во время войны на войну тратит, условно, 23-25%, 2 миллиарда долларов, да, а все расходы 95-97. Ну, ребята, ну что, побойтесь бога. Какие в войну могут быть такие расходы? Потому что такое ощущение, что они вот хотят, вот недавно буквально изменения в закон в бюджете, да, надо лишние там 500, там, 530, по-моему, миллиардов гривен, да. Вдруг не прошло и 2 месяца, 3 месяца с начала года, и вдруг вылазит необходимость корректировать бюджет. 500 миллиардов гривен, это 14 миллиардов долларов. Да, долларов, да. То есть, ну это как? А как вы, что за бюджетное планирование? Причем, понимаете, это вопрос... Это какой бюджетный планирование? У них тоже не ввел никогда в этой стране никакого бюджетного планирования. Никакие депутаты народные, если их спроси, что там в бюджете, никто этого не знал. И что, не надо начинать? Никто это не знает. Поэтому сейчас они, я думаю, как бы хоть как-то вникли в то, что они приняли. Например, та же Бракславна Пидласа, которая у нас здесь была, она достаточно молодой человек, скажем так, да? 27 лет. Да, 27 лет, и я думаю, что у нее, поскольку, я думаю, разные вопросы к ней задавались, и я тоже, например, был, не без тех, кто вязал, так вы там читали, то-то, то-то, дайте детально. Я думаю, что она, возможно, тоже вникла в то, что она, в общем-то, ничего не знает, и надо пересматривать. Вопрос о том, как, правильно вы говорите, день бюджетного планирования, да? Мы вот, когда в рамках... Плюс, извините, я еще докину сюда же, да? Давайте же смотреть на предпосылки, почему увеличивается военный бюджет. Да потому что они же возникли, столкнулись с ситуацией, когда вынуждены были резать зарплаты военным, которые установили, в общем-то, совершенно вот просто с барского плеча. То есть, просто 100 тысяч. Почему? Красивая цифра, 100 тысяч, классная цифра. Вот и все. И в какой-то момент оказалось, что, наверное, тянуть не могут. Да, конечно. И возникли проблемы. Ну, даже если мы говорим 100 тысяч, да? Я бы вот в этой ситуации не резал бы военным, потому что военные все-таки, дай бог им здоровья, победы. Так это понятно, да. Так а деньги где брать? Так для меня вопрос. Мы на внутреннем рынке можем собрать там 30-35 миллиардов долларов, особенно если упростим систему налогоблажения, введем новые налоги. Это будет, совершенно спокойно соберем. Остальное, вот когда мы даже с партнерами говорим, друзья, вот как эти вот, они нам готовы давать, да, там. Кто-то 18 миллиардов, кто-то там 20 миллиардов. Скажите, давайте вы заплатите за всю нашу пенсионную систему. Пенсионная система, не-не, ну, смотрите, для того, чтобы не брать налоги со всех украинцев на пенсионный фонд, да, и подоход налог, там, это 18-19 миллиардов долларов, да? Вот эти деньги, условно, прямо идут на финансирование вот этого. У меня начинает сердце болеть, честно говоря, потому что я, я как представлю, сколько там в пенсионной этой системе черти чего творится. Сначала она даже, наверное, аудит провести, ну, как бы, ревизию, инвентаризацию. Я просто думаю, что, ну, любой партнер скажет, так а кто у вас там? Вы можете показать? Я согласен, ну, вот смотрите, если у нас есть 10,7 миллионов пенсионеров, да, ну, предполагаю... Это не факт же, во-первых. Ну, я полагаю, ну, смотрите, мы читаем с вами сайты, там, фонда пенсионного. Да я вам балл такие сайты тоже написать. Не-не, ну, орган государственного направления. Мы же какой-то, ну... Ну, не верю, вы верите? Нет, слушайте, аудит, это абсолютно нужно. Пенсионная реформа абсолютно нужна. Нам нужно спрогнозировать и, там, оценить базовые расходы государства, для того, чтобы мы не забыли, там, бабушек, дедушек и детей, да? Сколько это денег понадобится на это? Но когда мы не знаем, вот, сколько там стройки, правильно, как Денис говорит, там, деревья какие-то, парки, какие-то там непонятные мероприятия во время войны... Это вообще черт. Вот. И, собственно, нету никого, кто бы сказал, ребята, не на часе это все финансировать. Северодонецкий горсовет покупает кран. Ну, Северодонецк покупается или покупают кран. 12 миллионов гривен. Это Юля Глушкова. Ты такая, да, да. В Сватовском районе какая-то ОТГ покупает Рено Бастер за 700 тысяч гривен. То есть, там бои идут где-то рядом, как бы там. Ну, это вот типичный пример того, как... Ну, и это вот просто так, во скидку, по всей Украине, это десятки миллиардов гривен, которые вот просто разборовываются, ну, в наглое вообще. Смотри, но при этом местным бюджетом запрещают кранировать деревья, потому что это не те расходы, на которые можно тратить деньги во время войны. Когда мы видим... У нас перекос какой-то абсолютно, ну, не конченый. Бюджета 25% ВВП – это трагедия. Я понимаю, первый год, да, то есть, ну, 22-й год это был форс-мажор, ничего спланировать нельзя было, хотя, опять-таки, надо было бюджет военного времени принять. Но во второй год повторять этот результат... Такое ощущение, что вот, знаете, на что расчет? Что когда война закончится, мы победим, да, соберемся мы за круглым столом с нашими кредиторами. Парижский клуб, Лондонский клуб, МВФ, американцы, европейцы, скажут, друзья, пожалуйста, спешите нам долги, давайте начнем с чистого листа. Я другого, то есть, выхода из этой ситуации не вижу, потому что 100% ВВП долго при нашей экономике, там, 155 миллиардов долларов, но просто не отдаваем. Ну, смотрите, логика, что простая. Началась война, во-первых, все убежали, тех, кто чиновники. Ну, Киев же пустой был, мы же все это видели. Вот, как бы, потом начала, как бы, война развиваться, и потом прибежали обратно. Пока прибежали обратно, надо же было как-то устроить свою жизнь, понять, где там, какие-то движушки, муточки, все там, как бы, где то место мое в этой пищевой цепи. Можно ли вернуться в то же состояние, как бы, где я был. И еще и заработать. Естественно. А еще лучше много. Много заработать, больше заработать. Причем, заметьте, все проекты, которые были вот инициированы еще до войны, там, амнистия капитала, провал полный, да, реформа на таможне, на день и порядка, провал, игровой бизнес, провал, налоговое, значит, вот администрирование, провал, все то, что требует какого-то там идеалистического, идеального администрирования, оно проваливается, потому что война это не то время, да, поэтому то, что мы говорим про необходимость упрощения радикального налоговой системы и отмены лицензирования, там, сертификации, все прочее. Опять-таки, самая главная вещь, да, почему органы госуправления исходят из того, что украинец, украинцу враг и вредитель, да. Если произвели товаров и услуг, если я понимаю, что вот со мной мой потребитель, это тот же мой соотечественный, с которым я там заодно против врага, за одну там, за одну страну, за Украину, почему я должен ему производить якобы плохой товар. Если я что-нибудь плохое сделаю, ради бога, ну тогда либо меняешь, либо просто никогда не покупаешь. Перенос системы управления рисками на вот этот низовой уровень без чиновников. А когда вот уже Федоров говорит, что 7 миллионов людей в Украине получают деньги за счет налогоплательщиков. 7 миллионов. Это же очень удобно, потом на выборах можно это эксплуатировать. Да, 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 да. Это логика, опять, логика того, что типа вот давайте мы там, они, заметьте, вот сейчас создается какой-то там на грудь громады, что такое там фэнси-шмэнси такое там управление будут делать. Потом они делают какие-то штабы по управлению, по развитию. Готовится Луга на 1, Луга на 2, Луга на 3 будет. Блин, а реформы никто же не будет не делать в этом всем. И вот правильно мы с Денисом говорим, да, грядет там революция в системе денег, финансов мира, да, и можно как раз предложить новые с нуля начать, как бы, знаете, минуя один-два технологических уклада, то есть перескочить там условно сразу с роторного телефона на какой-нибудь в 6G. И мы это можем сделать, потому что у нас будет такое табула раса, да. А мы опять-таки начинаем считать чиновников, которые правильно вернулись везде во все органы, начинаем воспроизвить ту же самую чушь. Ну это же можно, давайте так, удоваримся, это же можно сделать, когда вообще вы имеете ценность индустриализации, когда вы живете каким-то индустриальным укладом. А наше государство, оно в принципе никогда этим индустриальным укладом не жило, потому что вся наша индустриализация это наследство Советского Союза, то есть прошлого государства, в котором нас не было, то есть мы не были государством, как Украина. Да, не было, да. Поэтому как бы относительно и весь народ так, ну мы же в Лубке находимся, там со стороной точки зрения, у нас нет ценности индустриализации, мы как бы знаем, что это хорошо, но типа сами, что вот мы к этому хорошо имеем отношение, у нас этого нет массово. Слово самоиндустриализация, оно немножко такое, на мой взгляд, из до 4 промышленной революции. Так а мы, а где мы? Мы вообще в аграрном состоянии находимся. Мы же говорим про будущее, да? Ну да, но... Сегодня, вот когда вот идет реально, вот я доклады Юнгтада читаю, доклады там Маккенси, и они идут к тому, чтобы переоценить само понятие индустрии, то есть промышленность, потому что в каждом промышленном товаре до 40% услуг. И услуги, вот если мы вземлем промышленного товара мира, там по 20 триллионов долларов, да, услуги там 4-5, все думают, ну сектор услуг не такой важный. Но дизайн, но интеллектуальная собственность, но какой-то софт, но какие-то там условно, вот если взять, посмотреть доклады по soft power, не по этому, intangibles, по нематериальным активам, там делают 14 групп нематериальных активов. И 60 триллионов долларов нематериальных активов при ВВП 100 триллионов. То есть получается больше половины уже intangibles, а там услуги. Поэтому, когда мы говорим индустриализация, люди, как правило, думают, ну да, станок, вот фабрика, вот там какой-то там машина. Хоть бы они как-то начали думать. Ну это нормально. Но опять, Байратар, там же мозги какие, там есть hardware, а там есть software, понимаете. И там же получается, что ты приезжаешь, там делаешь какие-нибудь железки, да. А там же нужно еще напичкать его мозгами этими, которые важны. Собрать ее нужно там. А если мы будем говорить про инновационные украинские продукты, то мы будем говорить про то, как их представить в мире. Одно дело брендировать их, сделать сети, сделать их умными. Сделать даже вот, если взять в отношении, там мы тоже энергетики, smart grade, это умные энергетические сети, которые радикально отличаются принципиально от того, что мы имеем сегодня. Как показал энергетический кризис у нас, когда эти отключения мы там с вами по два часа электроэнергии имели, там в Киеве, там в регионах. Поэтому здесь опять, ну что хорошо, что сегодня как раз нужно это обсуждать. Когда, заметьте, там 43-45, 45-45 годы, до еще войны на победы над фашизмом, все эти разговоры шли. Собирались конференции, люди обсуждали, там какая будет денежная система, какая там торговая система. Это нормально было. А сегодня пока мы не можем предложить внешнему миру, что мы хотели бы сделать у себя и как создать, привлечь вот под нашу модель, наше предложение всех остальных. Денег будет, вагон, не уверен, технологии есть, да, там байрактары, нишмары, где угодно, да, создавай где угодно эти кластеры. Вот опять-таки кластеры, кто должен создать нам? Либо министр промышленности должен сказать, либо глава офиса президента, либо кто? Президент. Либо президент, либо опять-таки вот если соберется там 10 человек, которые вместе делают там какую-то интересную сферу, да, они скажут, ребята, приходят потом они к энергетической компании, говорят, слушайте, сделайте нам вот здесь хорошие энергетические предложения, мы будем развивать какие-то вещи. Окей. Они идут, например, к органу, который там занимается землей этим всем, и он там на автомате просто выделяет им землю и дает, и вот это развивается. Кластеры, которые развиваются, естественно, там, итальянские, это же не то, что было создано там директивой какого-нибудь президента. Там же традиции есть. Традиции? У нас же традиций нету. Проблема в том, что мы новое государство. Слушай, ну послушай, Hyundai, у меня вот вторая машина Hyundai, как бы там, да, ну, мы помним Hyundai Tucson первый, который появился, и Hyundai Tucson вот второй, там, или третий, который у меня, но это другая вообще машина. Какую машину украинскую, мы помним. А какой Hyundai был в 62-м году, когда они начали? Так я понимаю, я говорю, а какая украинская машина? Никаких традиций не было ничего. Они сейчас создали машины, которые лучше, чем японки. Я согласен с этим. Они сейчас электрокары создали не хуже Tesla. 50-100 украинцев-бизнесменов имеют понимание рынка на уровне мировых стандартов. Согласен. Если они сегодня просто не мешать им, то они просто порвут все конкуренты, да? Совершенно очевидно. Но когда они говорят, блин, ребята, мы не знаем, что делать, причем производители, я знаю, да, которые там делают хорошие там продукты питания, да, они хотят делать переработку. Но постоянно они сталкиваются с тем, кредитов нету, душат регуляторкой, налоговые накладные. И ходят, щипают. И кое-что щипают, как этого гуся, да, все. Так он говорит, блин, я, 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 ему там, смотрите, вот эти ребята, которые там реально золотой фонд предпринимательства Украины, им сколько там уже, 50-60 лет, да, кто-то этого. Они, ну, после войны еще 2-3 года. Если ничего не поменяется, то они все увидят. Чехия, Мудария, Румыния, и все, и не увидим, а это же каждый такой человек, это, ну, это миллиарды долларов упущенные выгоды, понимаете? Так точно. Поэтому вот здесь вот нужно как раз делать ориентацию на этих людей, но когда мы будем условно, представляете, вот второй сюжет, это такой госплан, да, а-ля Лукашенко. Так, все ли вы без смены, а я главный здесь. Вот вам в одно место тут развивай этот кластер, тут этот кластер, тут этот кластер. Если кто не принимает, пошли вон. Это же совок, этого не должно уже быть. Так девелопмент не делается. Вы знаете, когда вот после Второй мировой войны, когда многие страны девелопмент решили обратиться к Всемирному банку и МВФ за пункт поддержки в развитии. И они через чиновников сделали где-то там гидроэлектростанцию, где-то дамбу, где-то там промышленное предприятие, где-то все. И в конце концов, длинная доля этих проектов, которые были вот через такой схематоз заведены, они обанкротились. Долги остались, чиновники обогатились. И ничего не поменялось. Это наша тема. Томатизируем. Денис. Денис. Знаете, то, что вы говорите, оно прям как на душу ложится. Потому что я в принципе бизнесом с 2001 года занимаюсь. Обороты компании у меня были более 2 миллиардов, более трех с половиной тысяч человек. И поверьте, после 2011 года большинство времени занимается это отбивание от разных уголовных дел, от правоохранителей, от налоговой, суды и так далее. У меня было так, что на мое предприятие приезжало в течение месяца 11 разных проверок с разных служб. И ни в одной стране мира такого нет. Даже в Зимбабве такого нет. Потому что там в принципе, если у тебя есть хорошее оружие, ты можешь себя защитить. У нас же ж ты не можешь. Так сразу биваешь. Да. Абсолютно верно. То есть мы живем в каком-то, я все время говорю, зазеркале. Нам это нужно срочно менять. Срочно. У нас огромнейший сейчас шанс перестроить абсолютно всю страну. Да, нам сейчас больно, нам тяжело. Но закончится война, и мы уже должны выйти с этой ситуацией победителями. Причем на экономическом фронте. И полностью иметь план, и мы его сразу должны внедрить. Это финансовая система, экономическая система, либеральная налоговая система, это свобода капитала, это защита права собственности, это правоохранители, которые должны заниматься охраной людей и улиц. Не финансами, не экономикой, не таможней, а сугубо охраной правопорядка. И вот тогда мы в принципе, вторая Швейцария, второй Сингапур. Это все абсолютно просто сделать. Нужно просто, вы правильно говорите, 100 наших бизнесменов, да, вот с наших бизнес-ассоциаций собрать, дать им возможность, дать пилотный проект, да, скажем так, государство Украины. Они сами будут делать, это какой-то проект. И мы построим с Украиной такое государство, которого нет в мире, самое сильное, самое экономическое. Но нам надо дать эту возможность, только без этих глупостей. Поэтому вот так. Хорошо, спасибо нашим гостям, потому что у нас уже Евгения Дехлая ждет наш следующий гость. Вот. Только скажу анонс в заключении, там, Дениса, да, что вот в этом месте уже выходит моя книга «Новый запад, украинская мрия». Вот она как раз и описывает теоретически, практически… Так презентую, чем у нас. Нет, конечно презентую. Вот она сейчас уже в типографии на русском и на украинской будет. Где-то на польский, английский делаем, ищем возможности. Вот я хочу, чтобы вот как раз через вот такого рода вклад в дискуссию, да, и мы не упустили шанс, потому что вот пятый год, пятнадцатый год, вот таких системных предложений не было, или они были не представлены, а когда она представлена, написана, но просто как-то, думаю, обогащает дискуссию, делать ее более направленной. Предходите, когда, в том числе, когда выйдет, чтобы вы показали ее, и мы сказали, где ее можно купить, и все ее начали покупать. Спасибо Дилису, спасибо Ярославу, мы продолжаем.